И так, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители горячей колонии, морозной зимы, хардкорного прохождения и невероятных историй. У микрофона, как всегда, ваш покожий слуга Мамору, и я рад представить вашему вниманию новый цикл выживания в ледяном аду. И для всех любопытных, я наконец-то сделал ссылочку на сборочку в стим, которая будет в описании этого ролика. Если же будут какие-то вопросы, то лучше всего обращаться ко мне на почту, которая тоже есть в описании. Ну и больше я не смею вас задерживать, Сью. Так зовут нашу новую кашкадевочку. Она та же, как и Нур, сестра Векс из зомбического прохождения. Доселе неизвестно, скольким кашкадевочкам удалось еще спастись от этого злобного профессора. В результате опытов над Сью, она выросла человеком со слабым иммунитетом и непоколебимой волей. Выжить после жесточайших опытов над ее организмом она смогла не благодаря, а вопреки. Сью большую часть всей своей жизни была любимой игрушкой профессора и мало контактировала даже со своими сестрами. В связи с этим она практически ничего не умеет. Зная об этом, профессор внедрил в ее мозг потенциал на выполнение любого рода задач. Только этот потенциал нужно было еще попытаться реализовать. Сью, к сожалению, везет еще меньше, чем ее сестрам. Хотя, с какой стороны еще посмотреть, она приземляется прямо посреди ледяного ада на планете, полностью покрытой многовековой коркой льда. В отличие от Нур, которая выживала в ледяной пустыне, у Сью есть хотя бы горы, но температура в этих горах гораздо холоднее. Минус 40 примерно по Цельсию летом считается уже теплом. В таких экстремальных условиях, конечно же, можно выживать. Если есть хотя бы опыт или снаряжение, но, к сожалению, и снаряжение у нашей героини только револьвер с коробкой патронов. Этот револьвер она нашла в сейфе у профессора. Собственно, из-за этого револьвера-то и началась вся история побега, но об этом когда-нибудь в другой раз. Главное, что кроме револьвера, собственного хвоста и самой себя, у нашей героини нет абсолютно ничего. Ни одежды, ни еды, ничего. День первый. Сью появляется и оглядывается вокруг. Вокруг себя она не находит абсолютно ничего, что могло бы ей помочь. Благодаря книгам, которые она тайком воровала у профессора по ночам, она имеет достаточно много информации о том, как нужно выживать. Но, к сожалению, не все эти знания применимы в данных условиях. Собравшись с мыслями, приведя себя в порядок, Сью смекнула, что первым делом нужно построить бы укрытие от холода, которое начинает пробирать её тельце до самых косточек. Простого укрытия от ветра будет маловато, но хорошо, что на глаза попался гейзер с горячим паром, у которого можно будет согреться. Для выживания она разбирает постройки древних цивилизазы и пытается возвести хотя бы какие-нибудь укрытия, способные сохранять тепло гейзера и уберечь себя от гипотермии. К ночи чудом нашей колонезки удается завершить строительство. Из-за экономии времени и материалов пришлось строить слишком компактно, из-за чего появляются очевидные проблемы. Если слишком долго находиться внутри с закрытой дверью, можно получить ожоги от пара или даже тепловой удар. А как только дверь открывается, сразу же всё тепло, накапливаемое внутри, уходит наружу. Но главное, безусловно, данная постройка поможет Сью пережить первую свою ночь. Но пустой желудок спать, конечно же, это очень плохая идея. Но нормальной еды и ягоды или другой растительной пищи в округе нет и быть не может. Только песец таким манит своей шубкой. Трясущимися руками Сью заряжает свой револьвер, зажмуривается и попадает в песцу прямо промеж глаз. Не в силах больше бороться со сном, Сью просто сворачивается клубочком в углу своего укромного гнездышка и ложится спать, решив оставить разделку туши напоследок. Ну а ночью наша кошка-девочка не смогла нормально поспать, постоянно ворочаясь, ведь так и манит ее аромат свежего мяса. Не дождавшись следующего утра, она разделывает песца и съедает его полностью, даже не прожував. День второй. Сью с раннего утра замечает рысь и бежит охотиться за ней. Она понимает, что в экстремальных температурах животные могут уйти и лучше сейчас поохотиться, чем после. Борясь с собой, она без проблем одолевает животное и сразу же разделывает его. Но нужно отдать ей должное, что вторая охота была более уверенная, чем первая. Сказывается все же опыт. Завершив приготовление, наша колонистка снова кидается спать. Она совершенно бесилась, зато довольная и сытая. В процессе вылазки Сью получила незначительное обморожение, которое должно вылечиться сразу после зна. Это на самом деле можно было ожидать, бегая по улице с голым хвостом. День 3. Сью, проснувшись, продолжает разбирать близлежащие постройки для того, чтобы расширить конуру, в которой она пребывает. Это нужно для улучшения терморегуляции, избавления от сквозняков и просто для улучшения условий. День 4. Исследуя руины, Сью натыкается на полчищи пещерных жуков, у которых она учуивает запах еды. Вечером, когда жуки уснули, она своими проворными лапками врует у них желе и употребляет пищу. На вкус, конечно, не еда из лаборатории, но зато, подворовывая у жуков, можно протянуть еще какое-то время. Жалко только, что такой способ добычи еды очень малоэффективен и нужно будет подворовывать почти каждый день. Главное не попасться, иначе это верная смерть. День 5. К нам приходят гости. И кто знает, зачем они направляются прямиком к жукам. Жуки без проблем справляются с пришедшими, и хвала Рэнди, что они не агрессируют на нашу колонистку. Убив гостей, они, благо, оставили все вещи нетронутыми. Ночью же мы отправляемся за желе и получаем в придачу кучу пимикана и одежды с трупа. Тем самым, Сью смогла хоть как-то приодеться. А то неприлично все же голо щеголять. Лучше она будет расстроена из-за одежды с трупа, чем постоянная гипотермия. День 7. Продолжается улучшение жилищных условий. Строится терморегулирующая постройка, пока выполняющая роль складского помещения. День 8. Сью наконец-то строит стол для резки камня. И теперь не так будет сильно зависеть от строительных материалов. Поэтому и скорость, и качество стройки должны увеличиться. День 9. Наконец-то строится нормальная кровать. Как только хватило на нее материалов, мы сразу ее и построили. Теперь Сью не придется ночью, свернувшись калачиком, ночевать на голой земле. День 12. Питаться едой жуков дело, конечно, благородное, но вечно рисковать своей шкуркой не хочется. Поэтому на этот день начата пристройка к гейзеру. В этой пристройке будет размещен исследовательский стол и начат проект моих любимых стеклянных крыш. Эти крыши в сумме с гейзером должны дать нам поля и прирост клетчатка, содержащей пищи для долгосрочного выживания. День 13. На нас нападает абориген с луком, а также совершает сокрушение капсулы. В капсуле находится человек, помочь которому мы вряд ли сможем. А вот то, что в его карманах находятся сухие паки, очень даже нас радует. При исполненной новостями, что наконец-то поест нормальной еды, Сью очень агрессивно расправляется с нападанцем, отделавшись лишь легкими царапинами. День 15. Мрачные с ножом нападают на нас, но Сью уже на опыте. Тремя точными выстрелами выводит противника из строя. День 16. А точнее ночь и очередная вылазка за желе. Вылазки совершаются каждый день, и наша героиня уже немножечко приноровилась к тому, чтобы совершать эти вылазки, совсем не беспокоя жуков. День 17. К нам приходит торговый караван. Случайным образом он забредает к жукам, вероломно уничтожая один улей. А вместе с ним кучу жуков. Казалось бы, это должно быть хорошей новостью, но нет. Они уничтожили улей, а вместе с ним ценный источник пропитания. А тот факт, что жуки расправились с одним из муффало, конечно, очень хорошо. Много еды и все дела, но это единоразовая акция. И к тому же, что самое плохое, что муффало выронило тонну серебра и золота, и еще чего-то полезного. Что, конечно, очень сильно пригодится, но и вместе с этим нехило так увеличит стоимость колонии, что, естественно, нежелательно отразится на будущих рейдах. Ох, как же я люблю этот рандом в римочке. На одно хорошее событие приходится тысяча плохих. Поживем, увидим, что из этого получится. В честь заполучения ценнейшего мяса, мы решаем отпраздновать это событие постройкой ветряного генератора и электрической плиты, чтобы, ну прям совсем, вкусить весь спектр эмоций от поедания ценнейшего великотеса. А подведя ревизию продуктов и перетащив всю перенесенную еду из плена жуков этой ночью, делаем выводы, что даже не разделывая муффало, у нас этой еды хватит точно на пару недель. День 21. Практически завершается построение кухонной зоны и холодильника. Ну, как холодильника, просто камеры и открытые двери, чтобы уличная температура охлаждала всю еду. День 24. Три зайца взбунтовались и охотятся на нас. Для избежания конфронтации, просто запираемся у себя дома и ждем, когда они успокоятся. А подвечер наступает задание. На 10 дней к нам готов присоединиться колонист и помогать во всем. Конечно же, любые руки сейчас очень необходимы. И как только зайцы успокоятся, на следующее утро мы с радостью принимаем траганда. День 25. С приходом нового колониста, очень хорошего ремесленника, принято решение о возведении первой оборонительной части. Стены, которая оберегала бы нас от всяких незапланированных опасностей. День 27. Вечером, к сожалению, выясняется, что новоприбывший траганда не годится для сбора желе. Ему не хватает кошачьей грации Сью для выполнения столь деликатных действий. Хорошо, что хоть он выжил, и нашей кошкодевочке удается его спасти. А на улице тем временем вместе с грозой пришла температура в минус 43 градуса. И кейзер не способен, к сожалению, отапливать наше помещение в полном объеме. Наши колонисты начинают постепенно страдать от сна на холоде. Для решения проблемы было принято решение поставить обогреватель. Но, как выяснилось, и он не способен справляться с такими большими помещениями и с такой температурой. Но этому обогревателю нужно отдать должное. Он справляется с тем, чтобы хотя бы не было таких сильных скачков температуры. И наши колонисты могли спать более спокойно. День 30. Полное и успешное завершение строительства обороны и стены. Это лишь часть обороны, а дальше планируется более серьезное укрепление. А сейчас на самом деле и стены будет более чем достаточно. А вечером мы разделываем муфала. Празднуем успешное строительство. День 33. У пришедших нам торговцев мы, успешно имеющиеся серебные монеты, обмениваем на медикаменты. Хотя на самом деле нам кучу еще всего нужно. Начинается вооружение, заканчивая продовольствием. Но вот медикаменты это единственное, что на данный момент мы не сможем восполнить самостоятельно. Ну а после, когда крован собирается уже уходить из-за неподходящих температурных условий, он оставляет нам целую кучу патронов винтовочного калибра. Это неоценимый и очень щедрый подгон, который мы никак не смогли бы даже ожидать. Единственный минус, что как бы у нас нет особой винтовки для этого вида патронов. И нету людей, которые могли бы полностью реализовать весь потенциал этой винтовки. Но ничего страшного, рано или поздно такой момент обязательно настанет. День 34. Заканчивается перестройка нашего жилища в теплосберегающий режим. Больше нет необходимости отапливать складское помещение, потому что склад со всем мусором переехал к перестройку выше. Также была построена комната Траганда. Так что в ней поставлен обогреватель, который работает на две комнаты. Из-за небольшого объема обогревателя полностью хватает для отопления спального помещения. А Гейзер всю свою мощь направляет на отопление рабочей зоны. Может быть мы там кого-нибудь и разместим и приручим, если же повезет. День 35. Этого стоило ожидать и мы в принципе были к этому готовы. Траганда, пришедший к нам на помощь, оказывается предателем. Без доли сожаления, Сю одним метким выстрелом обезвреживает импостера. Он был не таким уж, если серьезно, полезным колонистом. Просто его было приятно иметь под рукой, как игрушку. И хотя бы ему и на этом спасибо. Также ему спасибо за неоспоримый вклад в развитие нашей колонии и помощи в строительстве. Траганда не оправдал ожидания членов колонии, с чем скоропостижно скончался. День 36. И буквально на следующее утро изгнанец Шафер желает присоединиться к поселению. Сейчас любые лишние руки были бы просто незаменимы в поселении. Поэтому с радостью принимаем колонистку в свои ряды. Шафер оказывается неплохим колонистом в наших условиях. Единственный, пожалуй, существенным минусом для нас является то, что она презирает насилие и не сможет сражаться. На самом деле это просто она так думает. Пускай она не будет держать в руках оружие, но на поле боя мы обязательно сможем найти ей применение. И буквально тут же на нас нападают два человека с дубинками. Когда же противники подходят ближе к нашей базе Сью, прячась за Шафера, ведет огонь на поражение. Так Сью остается не под прямым огнем, а Шафер не участвует в насилии. Все выигрыши ведят точно огонь. Мы, естественно, успешно одолеваем нападанцев, отделавшись всего небольшими ушибами. День 37. Завершено исследование прозрачных крыш. Это ура! Это победа! И мы сразу же бежим и начинаем строить ферму вблизи парового гейзера. Благодаря солнечным крышам мы сможем заниматься растеневодством без внимания к затратам на электроэнергию. День 38. Винтовка нужного калибра сама приходит к нам в руки. Мы успешно выкупаем в обмен на дробовик у следующих торговцев оружием. К сожалению, Сью еще не особо умеет обращаться с этим оружием и пока что продолжает использовать свой револьвер. Зато, как только у нас появится еще один клонист, способный вести боевые действия, мы уже в полной будем готовности для его вооружения. День 41. Заканчивается строительство первой нашей тепличной системы. Да, она не идеальна. Но вся проблема в почве. Это единственный из близких к нам гейзеров, который способен хоть на какой-то обогрев ближайшей почвы. У остальных же почва не годится к выращиванию от слова совсем. Для развития этих проблем было принято решение уделить внимание изучению технологий по созданию почвопригодных мест. Но эти изучения будут очень быстрыми и требуют очень много времени для изучения. К сожалению, как потом выяснится, проблема с почвой не единственная, с которой столкнется наша колония при попытке выращивания собственных продуктов. А пока, главное, мы выходим на рис и ждем первых всходов. День 42. Так как количество земли под посадки увеличится не скоро, нужно ускорять то, что мы сейчас имеем. Можно это сделать размещением системы полива. В таком случае урожай обещает созревать гораздо быстрее, и его объемы, собственно, увеличатся. Правда, для всей этой системы полива нам понадобится еще построить водонапорную башню, сделать ветряной генератор, качающий воду, построить водяную шахту, ну и протянуть трубы с водой на ферму. Это нужно было сделать рано или поздно, и лучше сейчас, как можно скорее. Еды в колонии нет от слова совсем. Шафер впадает в растерянность и идет есть желе насекомых прямо из лап жуков. Жуки, естественно, офигевают от всего происходящего. Им такое не нравится, и они врубают нашу колонистку. И с юб под покровом ночи приходится оказывать спасательную операцию. Как оказывается, Шафер чрезмерно везучая, ведь она смогла не заработать гипотермию и отделалась лишь небольшой колотой раной. День 43. На нашей ферме всплывает еще одна существенная проблема. Мощности гейзера не хватает для отопления нашей фермы. Ну вернее хватает, но никогда за бортом под минус 50 градусов. И из-за низких температур гейзер просто захлебывается, и выращиваемый рис погибает. Сразу скажу, что в данном случае бесполезно строить двойные стены. Они будут неэффективны от слова совсем. От них был бы на самом деле смысл при постоянном источнике тепла, коим гейзер не является. Сейчас есть только один верный способ борьбы с данной проблемой. Это создать собственное централизированное отопление от электричества. Поставим бойлер, нагреватель и батарею в нашу ферму. Мы все равно хотели этим заняться, и нужно было бы этим заняться рано или поздно. Но постоянно оттягивали момент из-за постоянной незанятости другими делами и банальной нехватки ресурсов. Ну и как всегда начали это делать только когда петух в одно место клюнул. День 46. План с отоплением приведен в исполнение, и температуры в ферме полностью устраивают растущую в нем культуру. Для экономии энергии на отопление можно было бы построить сейчас двойные стены. Но если честно, это не так уж прямо и необходимо. Все эти дни продолжаются вылазки за желе насекомым, как единственный вариант пропитания. И наша колония просто не может не ждать первых всходов собственно выращенного риса. День 48. Успешно шафер собирает первый урожай собственного риса. Естественно, приготовляет его, и наша колония даже устраивает небольшой пир по этому поводу. День 50. Строится первый аккумулятор для решения проблем постоянства энергии, приходимой от ветрогенератора. День 52. Несмотря на наличие фермы, она не способна пока что выдавать количество еды в необходимом объеме, и нам все еще приходится подворовывать у жуков. День 56. Две агрессивные лисицы нападают на нас. Жалко, что после двух метких выстрелов их тушки непригодны в пищу. Получился бы очень вкусный суп. День 57. Наконец-то завершается изучение по реабилитации местности. А это значит, что мы можем еще больше увеличить количество выращиваемого продовольствия, что освободит нас от постоянной выпрашивания еды у жуков. Но пока мы вынуждены отложить этот проект на потом, поскольку Сью заболевает гриппом. При ее слабом иммунитете это может оказаться фатальным. Предписываем ей максимально постельный режим, и шафер будет пытаться лечить ее хоть как-то, учитывая низкий навык медицины и передовые медикаменты. День 58. К нам приходит полярная кочевница. Взамен на помощь она просит, чтобы мы ее приутили, и с радостью беремся за это задание. Новая временная колонистка оказывается невероятно полезной, учитывая ее навыки, особенно строительство. Но не все так радужно, как-то этого следовало ожидать. У этой колонистки невероятно сильная зависимость от демолиста, а так как новую дозу мы дать ей просто не способны, она будет постоянно срываться и быть недовольной, веня во всем нас. И ночью, к сожалению, мучаясь от ломки, она все-таки не выдерживает, и признается, что она на самом деле предатель. Благодаря слаженной командной работе, девочкам удается обезвредить предателя. Но попытка оказать ей помощь, а потом завербовать, не увенчалась успехом, и она скончалась. День 62. Офигенный исследователь и беженец падает к нам на голову. Мы с радостью захватываем его, надеясь, что хоть в этот раз нам повезет, и мы его приручим. День 65. Начат глобальный проект по перестройке базы. Начато строительство жилых помещений, перестройка проходов, строительство килбокса и еще много чего по мелочи. Работа предстоит чрезвычайно много, и вся она чрезвычайно важна. День 67. Неинтересное нападение на подданза с дубинкой, которая перед смертью успела только нанести небольшой урон по шаферу. День 68. Во время строительных работ на крошку Сью нападает белая медведица, которая, видимо, не догадывается о том, что у Сью есть очень даже весомый аргумент в виде револьвера, которым наша колонистка непременно воспользуется и метким выстрелом обезвредит пришедшую агрессию. Но вот злая медведица все-таки успевает сказать свое последнее слово, кусая нашу героиню. Это всего лишь маленький укус, скорее даже похожий на небольшую царапину. Но из-за особенностей организма, Сью даже через тонкую маленькую царапину заражается инфекцией. Будем надеяться, что постоянный контроль и своевременная помощь окажут положительный эффект. Только буквально после перевязки сразу идет нападение засранцев. Шафер, понимая общее состояние Сью, как всегда идет на помощь. И так мы снова побеждаем без сильных повреждений. Оказывается, что пришедший к нам колонист обладает очень даже неплохими чертами характера. И его было бы даже очень неплохо себе заполучить. Мы арестовываем его и оказываем медицинскую помощь. Но ночью нападанец, не желая жить, в ледяном аду устраивает бунт. Он ворует у колониста в ключи и сбегает из своей комнаты. Наши колонисты уже на чеку и направляются к нему в догонку. Но он оказывается быстрее. Его цель винтовка, которая лежит на складу. И он успевает ее взять до того, как Сью даже поймет, что нужно делать. Не успев таким образом сообразить, Кашкадевочка открывает огонь, жертвуя собой и высадив всю обойму, стремительно убивает взбунтовавшегося негодяя. И никому мы не будем говорить, чтобы не портить магию всего происходящего, что винтовка на самом деле не была даже заряжена. И Сью стреляла по факту безоружного узника. День 70. К нам на голову падает Салли. Не самый лучший вариант колониста, но учитывая, как нам везет с вербовкой, будем стараться звербовать хотя бы кого-то. В стримглав мчимся ей на помощь, а после успешного оказания первой медицинской помощи в полевых условиях, захватываем эту колонистку. День 72. Очередная попытка отрицания реальности и побега из зимних условий. В этот раз Сью оказывается ножак впереди и без дрожи в руке делает парочку несмертельных сквозных отверстий, которые останавливают весь пыл сбегающей пленницы. А потом оказываем первую помощь, обосновывая всю ситуацию в том, что она пострадала из-за собственных действий. Мы не так сильно много на самом деле-то и просим. Просто чтобы на равных условиях к нам присоединилась колонист. Соцпакет, хорошие выплаты, достойная пенсия, все включено. А они почему-то не верят и кричат, что это лохотрон. Нужно все-таки доверять, я считаю, людям. Мы же не собираемся их на органы продавать в конце-то концов. Пока что. День 75. Очередной несерьезный налет двух пешек. По давно отработанной схеме наши колонисты расправляются с нападанцами. День 79. Очередной желающий к нам присоединиться и помочь на время. Будем надеяться, что на этот раз обойдется без предательств. И мы сможем наладить контакт с пришедшим к нам колонистам. День 81. Наконец-то заканчивается предварительный проект новых комнат для наших колонистов. Пока что из убранств там не особо-то и много что есть. Но этого уже достаточно. Шиком комфорта для нас будет уже отапливаемое помещение без излишков пара от гейзера. В целях экономии электроэнергии было принято решение отапливать помещение с помощью теплой воды, которая до этого была подведена только на наши фермы. Правда, от этого пришлось немножечко увеличить мощность бойлера. В любом случае, это намного эффективнее электронагревателей. День 82. Начат новый проект по улучшению жилищных условий. У нас уже есть водопровод в комнате. А значит, абсолютно ничего нам не мешает каждому колонисту выделить по отдельному санузлу, что в теории должно поднять моральный дух колонистов. День 87. Продолжается перестройка базы и строительство еще помещений для будущих колонистов. Возможно, временно эти помещения будут использоваться как медотсеки или тюрьмы. И естественно, пока мы не сможем построить что-нибудь более лучшее. Враждебные аборигены нападают в этот же день. Силами всех колонистов нам удается отразить это нападение. На удивление, Шафер и Гость смогли очень отличиться в этот раз. Шафер где-то нашла себе щит, с помощью которого ее эффективность в обороне выросла просто в разы. А Гость смог с помощью милишного оружия оказать эффективное сопротивление. Надеемся, что такое рвение помогать колонии лишь свидетельство о том, что в этот раз нас не продадут. День 88. Ну, в принципе, так и происходит. Но, к сожалению, наш уважаемый Гость решает уйти. Мы расстаемся с ним на хорошей ноте и безмерно благодарны ему за оказанную помощь. День 89. Первый налет на памяти фракции с использованием огнестрельной винтовки. Пользуясь преимуществом местности и тупости пришедших к нам врага, сью двумя меткими выстрелами приносят еще одну винтовку в наше поселение. А также под вечер выяснилось, что Отис, наш дорогой друг и гость, который был с нами так долго не смог от нас уйти. Он по пути погиб от гипотермии, так и не выйдя за пределы карты. Данный инцидент еще долго будет на устах наших колонистов и будут свежи дискуссии и вопросы. Также Отис смог замерзнуть в не самый холодный день, будучи облачен в достаточно теплую одежду. День 90. Очередной побег нашей пленницы. К сожалению, ей удается заполучить винтовку. Хорошо, что мы предварительно догадались эти обе винтовки разрядить, а то, что рядом с ними лежат патроны, это уже совсем другая история. Сью без особых трудов меткими выстрелами обезвреживает вражину, и мы снова пытаемся ее захватить. Но в этот раз, к сожалению, у нас не выходит. Видимо, ей просто не суждено быть с нами. К сожалению, она истекает кровью и погибает. День 92. За передовые медикаменты мы соглашаемся потерпеть ливень в морозных условиях. День 96. К нам приходит очередной торговец, и в очередной раз мы с ним торгуем. Это обыденность и ничего нового. Но то, что впервые за все это время торговца загрыз белый медведь, это нонсенс. Хотя мы не получили все ресурсы себе и можем свободно ими пользоваться, это скорее большая проблема, чем польза. Большое количество предметов нехило поднимает ценность нашей колонии, что сильно должно повлиять на мощность последующих рейдов. День 98. Начат проект по переносу кухонной зоны. Еды стало слишком много для двух колонистов, и принято решение по расширению и переносу холодильника, строительству места для приготовления пищи и небольшой столовой. Выбрано для этого, конечно же, не самое удачное место. Собственно, этим и обусловлена прямоугольная форма помещения. Как только возобновятся изучения, мы обязательно изучим проект осушения и переделаем кухонную зону. А пока что она будет такой, ведь даже так она будет отлично функционировать. 99-й день. Так бы и закончился этот стодневный цикл паре наших колонистов, если бы не Гудвин, который бежит и зовет о помощи, так как он не успевает ничего сказать о себе, кроме того, что за ним серьезная погоня, мы принимаем его без лишних вопросов. На наше удивление, Гудвин просто отличный колонист. Он умный строитель, умеющий копать. Для нашего этапа развития просто самое то. Неожиданно Рысь начинает охотиться на Гудвина с целью пропитания. Но Гудвин действует по принципу «быстрые ноги звезды не боятся», и ему удается укрыться за стеной базы. А Рысь успешно переключается на трупы людей, чему мы, несомненно, довольны. Главное, чтобы не на нас. Гудвин, к сожалению, абсолютно не умеет обращаться с любым видом вооружения, но и это особо и нам не нужно. Мы дадим ему одну из винтовок. Если он таким образом хотя бы сможет напугать одного из нападанцев, это уже будет победа. И когда же приходят те, кто гнался за Гудвином, мы без особых усилий командной работы одолеваем нападанцев. В результате шафер отделывается лишь незначительными царапинами. Главное для нас сейчас то, что мы смогли заполучить третьего члена в ряды и так малочисленного коллектива. И дела теперь обязательно пойдут как нельзя лучше. День 101. Сходу на нас свершается налет нападанцев. Это скоординированный отряд милишников. Главное их не подпускать слишком близко к тебе. Благодаря слаженной командной работе наших девчат без проблем отражаем нападение. А одного из врагов мы даже пытаемся еще и захватить. Попытаем удачу, по крайней мере. День 104. У нас по-прежнему ведутся переговоры с заключенными о их присоединении. В ходе переговоров мы пошли даже на некоторые уступки и улучшили им условия бытия. Провели в их камеру душ. Будем надеяться, что они смогут очень скоро к нам присоединиться. Ну и конечно же сразу после посвящения вермаморизма. День 107. Эпидемия чумы приходит нашей земле. Шаферы Гудвин заражаются проказой. У нас есть передовые медикаменты ИСЮ, которая за все время пребывания здесь нехило так прокачала свои медицинские навыки. Мы уверены, что максимальный посильный режим и хорошее лечение сделают свое дело. Но видимо Гудвин считает иначе. После первой дозы лечения она срывается и направляется к заключенным, чтобы покрыть их слоем трехэтажного мата. Не то чтобы на это были причины. Просто этого захотелось. Не успевает наша Гудвин отойти от срыва, как тут же еще один свершается налет. К тому же не самый простой. Каждый из нападанцев обладает серьезным видом огнестрела. Ощущая предстоящую опасность, у нас просто нет выбора, как задействовать всех колонистов, даже самых болеющих. Ну и тут Гудвин видимо считает иначе и снова срывается. У нее начинается паническая атака, приводящая к дичайшему ступору. Сью и Шаферу ничего другого не остается, как пытаться выиграть открытие нашей базы. Шафер со щитом стоит в авангарде, а Сью своими меткими лапками пытается нанести урон. Сью сразу пытается вести огонь на поражение. Но выстреливая всю обойму, не получается достичь нужного результата. Когда же Сью пытается перезаряжаться, Шафера смертельно ранит. Из-за слабости вызванной чумой и общей усталости, колонистка падает не в силы больше сражаться. Сью, видя это, вставляя последний патрон, впадая в состояние ярости, одним метким выстрелом выводят сначала с самого ближнего нападанца, а вторым выстрелом забивает с ног самого незащищенного. И так остается лишь один нападанец в броне. К сожалению, наша патрона не наносит ему должного урона. Остается лишь надеяться, что шальная пуля попадет в незащищенные участки. Агрессор, понимая всю ситуацию, решает просто украсть Шафера и сбежать. А Сью в это время не прекращает вести по нему огонь. И только чудом, уже за стеной нам удается отвоевать нашу подругу. К несчастью, она сильно ранена, но Сью обязательно приложит все свои усилия для ее спасения. Кошка-девочка, оказав первую помощь, срывается, не выдерживая градуса ответственности и всего, что навалилось на нас в последние дни. Единственная хорошая новость за все это время, что Гудвину теперь ничего не угрожает, и она временно будет выполнять свою работу. Чего же нельзя сказать о Шафере. Из-за огнестрельных ранений у нее обострилась чума, и лечение, к сожалению, не особо эффективно. В то время как сама болень все быстрее, быстрее прогрессирует. Ко всему тому же, у нее обнаруживается еще и одно легкое заражение левой руки, что на общем фоне, в принципе, является наименьшей проблемой. Заботясь о Шафере, мы совсем позабыли о крошке Сью, которая в ходе сражения тоже получила огнестрельное ранение. Она бы погибла, если бы не передозировка наркотиками. Согласен, звучит как-то абсурдно, но из-за них она потеряла сознание, и Гудвин смогла оказать ей первую помощь и сделать перевязку. Сью сейчас предписан максимально посильный режим до полного выздоровления. Но вот Шаферу везет гораздо меньше. Она так и не смогла отправиться от полученных ранений, и чума побеждает. Это сильный удар по всем нашим колонистам. Еще больший удар в том, что мы даже не способны организовать для нее похороны, или похоронить в склепе. Возможно, как только наша колония не будет на грани краха, мы обязательно проведем нужный обряд погребения. После похорон Гудвин впадает в ступор. Опять. Виняя себя во всем произошедшем. Ведь если бы не банальное желание покрыть матом заключенных, то мы бы не понесли такую потерю. Когда же обе наши колонистки не способны больше передвигать лапками, к нам на помощь бежит незнакомец в черном. Незнакомца, как выясняется, зовут Валдо, и он единственный, кто на данный момент может хоть что-то сделать. Валдо на удивление оказывается неплохим колонистом, и мы с радостью принимаем его в свои ряды. Ну и если быть совсем уж честными, то и выбора-то у нас особо нет. Валдо спасает Гудвина от оборожения насмерть и пытается навести порядок среди хаоса, творящегося в колонии. Приход нового колониста – это маленькая надежда среди всего того, что происходит вокруг. Ииии этого достаточно, чтобы вывести Сю из ступора. И теперь наша кошка-девочка занимает роль повара в колонии. Валдо будет заниматься строительством и шахтерством, а Гудвину поручим, как только проснется, все остальное. День 109. Колония еще не успела прийти в себя сотрясений, происходящих пару днями ранее. Так еще и злобные лисицы мешают нам собирать урожай, из-за чего нам приходится снова рисковать своими шкурками и охотиться. Хорошо, что нам везет, и отбиваясь от этого нападения, мы отделываемся небольшими царапинами. День 111. Узнав о том, что колония ослаблена, и видимо сильно недовольная тем, что их не кормят просто потому, что у колонистов нет на это времени, заключенные решают устроить побег, но, к сожалению, им не везет. Они выбрали бежать хоть и в самый ослабленный момент для нас, но также и в самый яростный. Выплескивая всю накопленную ярость в узком помещении, мы без суда и следствия застреливаем избегающего пленника, который хотел украсть у нас оружие. Вторая же пленница выбрала более лучшую тактику и решила просто сбежать по самому короткому пути. Но, видимо, в ее великолепном плане все же был изъян, и зачем-то она решила напасть на двух вооруженных колонистов. Тем, в свою очередь, это естественно не нравится, и без лишних сожалений они вручают ей премию Дарвина. Видимо, и в этот раз нам не суждено хоть кого-то завербовать. День 113. Рысь охотится на Годвина, но потом резко передумывает. Чтобы лишний раз не провоцировать, мы решаем перестраховаться и добыть в колонии немножко мяса. А после к нам приходит караван и решает сразу же уйти из-за неподходящих температурных условий. Это неудивительно, учитывая невозможный холод, окружающий нас повсюду. День 114. Бэт в колонии начинает приходить немножко в норму. И принято было решение продолжить заниматься переносом кухонной зоны и всем, что с этим связано. Так как у новую кухонную зону было начато покладывание кобеля питания. День 117. Девять агрессивных енотов желают прополоскать наших работяг. Но, к сожалению, только двое из пришедших годятся в пищу. День 118. Заканчивается проект по созданию кухни. А вернее, строится полноценный холодильник, переносится зона поготовки и ведутся последние приготовления по сооружению обеденной зоны. А также в этот день случается очередное окружение капсул с колонисткой. Рана у неё не смертельная и мы решаем предпринять меры по спасению поданки. Ведь, как ни странно, она является членом империи и спасая её мы обязательно поимеем определенные бонусы. День 120. Нападение глазадых застранцев. Ничего серьёзного, из-за вооружения только луки до стрела. Отбитие нападения происходило по уже отработанной тактике. Сью берет руки малый щит, который вряд ли как-то поможет просто для собственного успокоения. И пистолет, который позволит вести более скорострельный огонь. Валда и Гудвин становятся за кошка девочку и пытаются вести точечный огонь из винтовок. Дело в том, что именно пытаются, ведь о их умении мазать можно только слагать легенды. В такой формации нам без проблем удается победить в сражении, отделавшись у Валда лишь небольшой царапинкой. День 122. Распланирован новый проект. Начато создание карьера. Наши полезные материалы очень стремительно подходят к концу. Особенно мы начали испытывать надобность в стали и компонентах, которые требуются на нашем этапе развития просто в очень больших количествах. Также было бы неплохо в карьере, если конечно же получится начать добывать гранит. Самый твердый материал, который мы можем найти. Гранит мы бы пустили на строительство оборонительных сооружений. И нам, может быть, в будущем не пришлось бы обороняться, прячься за спинами друг друга. К сожалению, хоть в округе и были обломки гранита, все, которые были бы поблизости, мы уже использовали. Именно поэтому строительство карьера сейчас в приоритете. Но только и здесь у нас появляется новая проблема. Добывать материалы на постоянной основе некому. Значит, будем мы очень старательно пытаться искать в нашей ряды хороших шахтеров-пещерников. За всего каких-то 4 дня голода к нам обещает присоединиться Хан Сан. Мы абсолютно ничего не знаем о нем. Но так как нам сейчас нужны колонисты любого характера, с радостью принимаем это предложение. Хан Сан оказывается хорошим животноводом, умеющим стрелять. И на этом на самом деле все. Как отличная боевая пешка, в наших условиях он подходит идеально. В поседневности же большую часть времени будем стараться выдавать ему задания типа «принеси, подай», что тоже будет приносить пользу колонии. Ко всему тому же оказывается, что за долгую свою жизнь этот колонист нажил себе много шрамов в больную спину. Что в принципе не так критично. Это можно исправить с помощью высоких технологий. Только вот большой вопрос, когда мы до этих самых высоких технологий сможем дойти. День 123. Очередная инвентаризация наводит нас на определенные выводы. В результате чего? Распределение задач наших колонистов немножко видоизменяется. Гудвин целиком и полностью сейчас концентрируется на изучении самостоятельного производства патронов. Наши боезапасы на складе стремительно подходят к концу. По нашим подсчетам, можно было бы, конечно, не переживать еще пару месяцев. Но нам уж очень не хочется оказаться в ситуации, где у нас резко заканчиваются патроны прямо посреди боя. Также самостоятельное производство боезапаса позволит нам еще больше нарастить боевую мощь колонии. Мы уже сейчас можем добывать оружие врагов. А с самостоятельным производством патронов мы сможем еще ими пользоваться. День 124. Вот вы помните ту имперскую девку, которая упала к нам на капсуле и которую мы жизнь спасли? Вот и я уже успел к этому времени забыть. А она была и очень даже хорошо себя чувствовала до тех пор, пока не захотела подраться с медведем. В результате чего осталось без головы. К сожалению, из-за этого мы лишаемся такого лакомого кусочка халявной репутации, который практически был уже у нас. День 125. Построение карьеры завершается и продолжаются активные поиски желающих добыть нам полезное ископаемое. День 126. Собирательница Аня бежит и зовет на помощь. Мы, конечно же, соглашаемся. И оказывается, что Аня очень много могущий колонист, за исключением ведения боевых действий. Но ничего страшного, ведь главное это то, что мы нашли нового повара в нашу колонию. С приходом Ани на поверхность всплывает еще одна насущая проблема. Проблема с провизией. Нашей маленькой импровизационной фермочки не хватает, чтобы прокормить пять голодных ртов. Самый разумный вариант сейчас, это изучить геотормалочку и удаление толстых крыш, чтобы построить новую ферму в скале. И поэтому мы начинаем выдалбливать необходимое помещение. По расчетам Гудвина, нашим колонистам будет хватать еды впритык до постройки новой фермы. День 127. У нас появляется еще одна проблема. Пообщавшись с Аней, чуть подольше, изучив ее получше, мы сталкиваемся с проблемой ее вероисповедания. Из-за сильных запросов, она в будущем будет постоянно конфликтовать с нашими колонистами. И лучше сейчас решить уже эту проблему. Поэтому мы сажаем ее в тюрьму и принимаемся лечить. Ну, в смысле переубеждать в единство маворизма. Конечно же. День 128. Судя по всему, рассказчикам нравятся наши страдания. И они гневаются на то, что мы хотим проблему веры решить так просто. Сьюзы болевают чумой. Но самое худшее в том, что у нас в колонии полностью отсутствуют хорошие лекари. Вот от слова совсем. Хорошо, что есть хотя бы передовые медикаменты. Будем надеяться, что своевременная оказанная помощь поможет нашей страдалице пережить очередную болезнь. День 129. Видимо, это была какая-то игрушечная чума. Ведь буквально на следующий день Сью выздоравливает. Чудеса какие-то. День 130. Достаточно серьезное нападение. 5 нападанцев. И все с огнестрелом. Даже несмотря на то, что огнестрел это очень ранние эпохи, он может принести нам очень много проблем. Ведь наша одежда до сих пор не способна от него защитить. И вся беда в том, что мы даже не пытаемся что-то предменять в этом направлении. А все потому, что есть куча более важных насущных дел. Самый действенный сейчас способ склонить перевес рандома на нашу сторону, это встречать вражина в ограниченном пространстве. Но для этого нужен танк. Роли которого выполняет успешно Хасен. Мы из особых проблем одолеваем эту волну врагов. Ну да, наш колонист находится при смерти. Главное, что не умер, и мы сможем его вылечить. Не успевает наш доблестный воин отправиться от полученных травм, как следом получает новые. Белая медведица сходит с ума, и нашему танку снова приходится терпеть дамаг. Пока остальные колонисты нашпиговывают медведицу свинцом. В результате сражения Хасен потерял много крови. Но Сю быстро поставит его на ноги. Просто уйдет какое-то время на восстановление. Зато нас ждут великолепного качества блюда с мясом. День 131. Завершение изучения механики. Теперь у нас есть возможность построить стол для производства патронов. И этой возможностью мы незамедлительно воспользуемся. А также весь трес полученный Хасеном на днях меняет его мировоззрение. И он решает сменить имя на Рамон. Еще раз со своей стороны напомню, что всеобщая смена имен произойдет только в следующей серии. Прошу прощения за эту небольшую накладочку. День 134. Сью снова заболевает. На это раз гриппом. Но у нас уже есть отработанный порядок действий на этот счет. Будем надеяться, что медикаментов в таком режиме нам хватит надолго. День 135. Наконец-то Аня принимает нашу веру. И готова с новыми силами выполнять свои обязанности на кухне и радоваться жизни. А вечером за 15 дней вулканической зимы нам предлагают передовые медикаменты. И конечно же мы берем это задание. Очень интересно, как будет это влиять на климат в вечной мерзлоте. Спойлер? Никак. Ну, может просто температура упадет на пару десятков градусов. Что в принципе не критично. День 136. Значит глобальный проект по перестройке новой продовольственной фермы. К сожалению, больше медлить нельзя. Наши подсчеты были неверны и новая ферма нужна была уже вчера. Сейчас нужно построить ее как можно быстрее. Ее проект спроектирован с той целью, чтобы быть максимально теплоэффективной и обеспечить равномерное разбрызгивание воды на все посевы. Так мы сможем максимально быстро получать новый урожай. Осталось-то всего ничего. Построить эту самую ферму. И для ее эффективного теплообмена ни в коем случае не будем забывать о двойных стенах, которые здесь будут максимально уместны. День 139. Успешно строится верстак для производства боеприпасов. И начата новая эра базы с безграничным боезапасом. Теперь у нас только проблема с тем, из чего этими патронами стрелять. День 141. Все силы колонистов брошены на постройку фермы. Чтобы хоть как-то продержаться, мы урезали запасы еды наших колонистов. И надеемся, что в выигранного времени хватит до нового урожая. День 143. Нападают на нас мрачные. Встречаем мы их в ограниченном пространстве и очень даже успешно. Все шло по плану, пока у Сьюни закончились патроны. И ей не пришлось обороняться с помощью отобранного у вражин оружия. И этого можно было избежать, если бы кое-кто, не будем показывать пальцем, ответственный за производство боеприпасов, не забыл бы эти самые боеприпасы себе взять. Главное, что все обошлось и мы победили. День 144. Успешно завершаем проект с фермы. Это полностью готовая ферма, которая будет функционировать достаточно долго. Ну, это по крайней мере в наших планах. Рисовые культуры уже высажены и остается только ждать, когда же нашим колонистам вновь удастся набить свои животы до отвала. Когда же наша колония изучит новые технологии? Эта теплица обязательно переедет поглубже в гору, чтобы в случае нападения и частичного разрушения базы мы не остались бы совсем без еды. И к тому же в скале у нас не будет тратиться столько электричества на поддержание комфортной температуры, сколько тратится сейчас. Ближе к вечеру империя предлагает нам задание по строительству. Казалось бы, вот милость короны, которую мы могли бы себе взять. Но сейчас репутацию за империей лучше будет наладить. Так считают колонисты. А когда же у нас будет достаточно бесполезный колонист, который только умеет что и болтать? И вот ему-то и обязательно мы даруем. И титул, и корону, и все сопутствующие с этим привилегии. День 145. Клонисты зоом урчащих голосов смогли призывать толпу мигрирующих медведей. И это невероятно классно. И кто знает, что было бы с нами, если бы не мясо, пришедшее к нам. Наши запасы еды в колонии совсем закончились. А до созревания теплиц еще не скоро. И очень большой прирост мяса в нашей колонии нам только на пользу. Даже не задумываемся ни на секунду и устраиваем медвежий геноцид. В результате получаем кучу мяса и небольшие царапины. День 150. Завершается изучение микроэлектроники. Благодаря чему мы собираемся построить консоль связи и лучшим образом торговать с торговцами. Ну и конечно же потом мы построим более лучшие 100 для исследований. Но пока что просто не хватает свободного круга для этого. День 151. Счастье было недолгим. На нас нападают первые механоиды. Как только это случается, в голове УСЮ возникает вопрос. А почему мы до сих пор не построили нормальный киллбокс? Отряд механоидов состоит только из двух. Улана и Жнеца. Не самые серьезные противники, но они могут доставить неприятности. Все потому, что наше вооружение достаточно слабо против них. И мы еще к тому же толко не умеем пробивать их металлическую броню. В будущем неплохо было бы заиметь себе вооружение электромагнитного типа, оказывающее наилучший эффект на мехов. В ходе непродолжительной схватки мы смогли одолеть нападанцев. Но какой ценой? Первым пал механоид с огнестрелом. А на ближней дистанции Жнец оказывает наиболее сильное воздействие. Нам приходится пожертвовать Ане и Рамоном, которые получают серьезные ранения. Зато основной огневой силе удается отступить, перегруппироваться и продолжать нашпиговывать Жнеца свинцом. В результате чего Аня потеряла правую ногу, а Рамон несколько пальцев на руках. Помимо других колотых ранений. Своевременно оказанная помощь ставит клонистов на ноги. Ну на три из четырех. Главное, что все остались живы на самом деле. Вся основная печаль беда в том состоит, что мы даже Ане не можем деревянную ногу поставить. Ведь у нас все это время попросту нету ни одного кусочка дерева. И заполучить его мы никак не можем, кроме как торговать с другими поселениями. И то не факт, ведь у нас ледяная планета. И кто знает, есть ли вообще на этой планете дерево. Но на самом деле все могло бы закончиться гораздо хуже. И нам нужно в скором времени думать о создании коробок смерти. Чтобы в следующий раз нападанцы даже и подумать не могли о том, чтобы к нам подойти. День 157. Колония продолжает медленно восстанавливаться полученных травм. А у торговцев экзотикой мы покупаем передовые медикаменты. Которые начали стремительно заканчиваться, как только мы начали слишком много конечностей терять. День 160. Приходит оптовый торговец. Мы сбываем ему кучу бесполезного мусора. Взамен покупая недостающие элементы на постройку партняжного шкафа. С этой постройкой мы смогли бы заняться собственным производством одежды. Что в первую очередь избавит нас от постоянных рваных дебафов. А также мы смогли бы лучше защитить себя от различных травм и ранений. День 167. В нашей колонии уже который день наблюдается серьезная нехватка электроэнергии. А ее нет, потому что у нас нет ресурсов для постройки новых электродобывающих установок. Из-за нехватки электричества у нас не хватает отопительных систем, которые полностью завязаны на энергии. А из-за нехватки тепла у нас начинают понемногу помирать пассивы. Из-за чего мы сможем снова начать голодать, чего очень бы не хотелось. Наши колонисты стараются как можно больше использовать карьеры и добывать ресурсы. Но это получается с попеременным успехом. Наша сейчас основная цель накопить стали и компонентов на постройку геотермального источника. Хотя бы одного. И это бы закрыло сразу же множество проблем. А также начинается небольшая перепланировка зон. Делаются оборонительные сооружения в стенах базы, нацеленные в первую очередь на внезапные нападения жуков. Потому что непонятно, как скоро мы сможем изучить технологию удаления толстых каменных крыш и обезопасить себя от этого рода нападений. А уже во вторую очередь эти стены помогли бы нам изолироваться немножечко от холода окружающей среды. В результате чего электричества на отопление бы помещению уходило бы гораздо меньше. День 171. Мы арестовываем Рамона. Конечно терпеть его постоянные срывы можно, но и лучше сейчас обратить его в веру маморизма и избавить уже от ненужных дурных мыслей. И в этот же момент засранцы с луками нападают на нас. В результате сражения мы отделываемся легким испугом и вообще сражение с луками не представляет для нас уже никакой опасности. День 173. Рамону явно не нравится находиться в заключении и он просто от безделия предлагает Сью встречаться. Да не долго думает и соглашается. Ведь всю свою жизнь ей так не хватало мужского времени, а тут у нее как бы под боком его очень даже и много. Единственное, теперь Рамон еще больше будет недоволен своим заключением. Ведь как ни странно, он не может спать вместе с Сью в одной кровати и это очень большая трагедия. А также наконец мы изучаем геотермальную энергетику и сразу же строим геотермальный генератор. Приходится использовать наиболее удаленный от базы источник, поскольку остальные два источника задействованы в терморегуляции базы. Видимо, поразнав об этом, что у колонии налаживаются дела, Бьянка решает присоединиться. И на деле она оказывается невероятно хорошим колонистом. Мультизадачный и с невероятно хорошими чертами характера. Мы с радостью приветствуем ее в наших рядах. День 178. Империя предлагает нам задание и мы снова принимаем его за репутацию. Задание заключается в отражении достаточно несерьезного нападения, которое должно случиться через какое-то время. К вечеру к нам прилетают торговцы и мы у них наконец-то покупаем протез ноги для Ани и сразу же пытаемся его установить. Хорошо, что операция проходит без осложнений и Сью успешно справляется с несложной задачей. День 179. Имперские нападанцы нападают. Опасаясь взрывчатых веществ, мы принимаем их в чистом поле и благодаря превосходству вооружения мы без проблем одерживаем победу. День 182. Рамон затеивает побег. Непонятно откуда и зачем он раздобал щит и пытается сбежать. Наши клонисты не растерялись и Сью вместе с Гудвин запинывают пленника. В какой-то момент Сью даже применяет огнестрел, но Рамону вообще на это все равно и он борется до последнего, даже против своей любимой. Нам удается его удалить только численным превосходством. Девчонки после сражения идут сначала залечивать пленника, а уже потом свои пустячковые раны. И конечно же мы первым делом после отберем у Рамона щит и проведем профилактическую беседу о идее избежать из заточения. Мы все прекрасно помним умение Сью действовать в таких подобных ситуациях. Сейчас узника спасли лишь чувство симпатии, но это сугубо единоразовая акция и в следующий раз Сью обязательно попадет ему в голову. День 183. Рамону очень видимо понравилось избиение и унижение, а Сью понравилось избивать и унижать идиота. На радостях они принимают единственное разумное в этой ситуации решение, они решают пожениться. А также в этот день на нас нападают 4 нападанца с огнестрелом и 1 милишник. Достаточно серьезная кампания по нашим меркам. И в который раз мы вспоминаем про киллбокс, который если бы был построен, то обороняться было бы гораздо легче. Но на самом деле и так нам удается без проблем одержать победу благодаря небольшой тактической хитрости. Мы просто по одному отстереливаем приходящих на врагов и без усилий побеждаем. А вечером это все же случается. И мы наконец-то начинаем планировку коробки смерти. День 186. Снова Сью заболевает чумой. Но у нас медикаментов много и надеемся, что все обойдется. Просто в очередной раз строительство будет замедлено. День 188. Проект постройки стены идет полным ходом. Было принято решение снести ветрогенераторы, которые мешают постройке. Они не так уж сильно сейчас принимают участие в производстве электроэнергии. И гетермалочка вполне позволяет нам обойтись без них. День 193. И ведутся финальные подготовления к постройке киллбокса. Достраиваются лишь бойницы, из которых будут вести огонь наши колонисты вместе с турелями. А часть стены, которая будет заманивать вражин, уже давно построена и успешно функционирует. Конечно же, этот киллбокс несовершенен и его нужно будет дорабатывать. Это просто первая линия обороны. В планах укрепить северное направление, нарастить количество стен, чтобы вражинам было сложнее пробиваться. И сделать колючую проволоку, чтобы лишить возможности противников прятаться за укрытиями. Ну, собственно, изучить и поставить турели, которые бы помогли нам вести загородительный огонь по противникам. Ну а после, когда же линия обороны будет достроена, мы обязательно сделаем еще один киллбокс, только поменьше, чтобы в случае прорыва или в случае недепланированных ракет, у нас была бы возможность отступить, перегруппироваться и снова продолжить оборону. Но учитывая, сколько времени и сил ушло только на одну эту постройку, и то незаконченную, неизвестно, когда мы сможем воплотить все наши планы. День 195. Неполноценный налет, но все же нападение агрессивных животных. И это прекрасная возможность убедиться, что киллбоксах к минимуму теперь обезопасит нас от агрессивных зверей. День 196. Нашему пленнику снова захотелось острых ощущений, и он снова пытается сбежать. Но у него не выходит, благодаря слаженной работе колонисток. Рамон, давай на чистоту. Если ты просто хочешь, чтобы тебя побили, ты просто нам скажи. Не обязательно каждый раз при этом пытаться сбегать. Ну и вот к чему это привело. Гудвин ссорится с Сью. Вторая попытка усмирения Рамона пробудили в Гудвина какие-то нежные чувства к пленнику. Но она осознает то, что Рамон выбрал не ее, а Сью. И это не дает ей покоя. Девчонки решают все выяснить, кому же достанется в итоге пленник. Прямо посреди столовой, раз на раз на кулаках. В результате сражения победу одерживает Сью. И впредь Гудвин обещает не пытаться предпринимать попыток по соблазнительному избиению Рамона. Это свершилось. Наконец-то у наших клонистов есть невероятная возможность переименоваться в те самые имена, которые именно вы предлагали. Так Бьянка становится Супчиком, Валда становится Миллерном, Аня становится Флер, а Гудвин становится Хлебный. День 201. Наша база продолжает расти и развиваться. Продолжаются проекты по постройке жилищных помещений и расширению жилого пространства. День 204. Нападение двух белых медведей, которое заканчивается вкусным обедом для всех колонистов. Процесс строительства базы сильно замедляется из-за нехватки рук в колонии. А все потому, что у нас нет людей, которые могли бы делать строительные материалы из-за блоков булыжника. Также к этому дню могло бы уже завершиться строительство нормальной производственной зоны, но к сожалению все опять упирается в банальную нехватку строительных блоков и в то, что их некому производить. А вечером этого же дня на нас нападают механоиды. Первый драгуна на памяти нашей колонии, в помощь которому идет еще и жнец. Мы встречаем противников в киллбоксе, уже заряженные и подготовленные. Наши дробовики заряжены эми-снарядами, которые оказывают становый эффект на противника, из-за чего разделаться с жнецом, идущим первым, не составляет никакого труда. Ну а драгун же вооружен очень мощной пушкой. Но хвала рандому, у него из боеприпасов только эми-снаряды, которые не действуют на людей. В результате прямого попадания Сью получает лишь небольшой электрический ожог, а мы очень успешно разделываемся с противником. День 207. Наконец-то Рамон обращается в Веру Маморизма. Теперь он не будет постоянно срываться и быть недовольным. По крайней мере на это теперь будут другие причины, кроме религии и по всем заветам жанрам. Теперь Рамона, будут звать Олег. Благодаря этому обращению теперь у нас есть три привержника нашему культу. Благодаря чему нам стали доступны новые роли, принимать которые мы пока что не будем торопиться. День 211. Ведутся активные работы по постройке производственной зоны. Переносятся в эту зону постепенно производственные столы и рабочие материалы. В этом помещении есть отопление и скоро будет свет. А значит работать нашим колонистам будет только в радость. Благодаря чему мы надеемся, что производство будет идти гораздо быстрее. День 214. Сью и Олег, ощутив все прелести в вольной совместной жизни, наконец-то устраивают свадьбу. День 215. Недовольные тем, что их на свадьбу не позвали, жуки решают выразить свое недовольство, выбравшись наружу. Как назло, насекомые решают появиться прямо в постели у флер. Нам приходится в экстренном порядке, стоя у двери, отстреливать незваных гостей. В результате мы отделываемся лишь серьезными царапинами. День 216. Оптовые торговцы пролетают над нами. И это чудо чудесное. Во-первых, у него есть дерево. И хотя бы 200 штучек этой древесины мы покупаем. Теперь, наконец-то, мы сможем построить себе нормальный стол для разделки. Для получения полного спектра полезных ресурсов из ту животных. А также, у оптового торговца в наличии имеются курочки с петушками. Те, кто следил за моими прошлыми колониями, знают, что это очень хороший источник мяса. И упустить такую шикарную возможность, ну просто нельзя. Поэтому и куриц мы тоже покупаем. Только вот нюанс в том, что у нас пока что нет места для их размещения. И временным вариантом неплохо было бы разместить их у гейзера рядом со столовой. Там мы им вырастим в будущем травушку. И они будут приносить реально большое количество яиц. Из которых готовятся шикарные блюда. Ну а когда же у нас завершатся плюс-минус текущие проекты. И мы сможем изучить технологию удаления толстых каменных крыш. Эти курочки обязательно переедут куда-нибудь вглубь нашей базы. Где им будут подготовлены более комфортные места. День 217. Рой механоидов, состоящий только из двух уланов, идет к нам. К сожалению, этих засланцев так просто станет ими снарядами не выйдет. Поэтому наш вариант подпускать их как можно ближе и пытаться микроконтролить. Два улана входят в киллбокс. Но как только они попадают в радиус наших дробовиков, сразу же по ним начинается обстрел из всех винтовок. Нам удается застанить только одного. А второй же по неизвестным нам причинам решает давить на тапок. Если честно, не так уж и важны нам причины такого поступка. Так без проблем мы разделываемся с первым уланом. А потом уже и второй решает смириться со смертью. И с ним мы тоже разделываемся по той же тактике. Только вот проблема у нас по-прежнему актуальна. У нас очень мало огневой мощности. И если и дальше мы хотим ввести эффективный оборонительный огонь, то нам нужно что-то более скорострельное. И патроны, обладающие больше пробивной силой. Ну и желательно большего калибра, естественно. Но пока все это ограничивается только скоростью нашего изучения. День 218. И как раз для продолжения изучения мы строим в цеху новый исследовательский стол. Пусть теперь хлебное продолжает заниматься изучениями. Пока что у нас приоритет изучение удаления толстых каменных крыш, чтобы жуки меньше атаковали нас. Для этого неплохо было бы изучить мультианализаторы, которые неплохо было бы еще и построить. А пока они не построены, можно изучать различного рода другие изучения, например те, которые повысят оборонную способность базы. День 219. Приходит торговать с оружием. Так как технологии изучаются не очень быстро и вообще в другом каком-то направлении, у торговца мы покупаем автоматический дробовик и тяжелый пулемет с новым для нас крупным калибром. Вооружение из нового века обязательно способствует улучшенной обороне в наших условиях. Ну а нам же останется только не забыть о производстве новых патронов. День 224. И снова нападение механоидов. Прекрасная возможность протестировать наше новое вооружение. Тем более, что из нападанцев это всего лишь два жнеца. Они даже не успевают зайти в коробку смерти, как их сразу же расстреливают непрекращающимся точечным крупнокалиберным огнем, даже не дойдя до эми снарядов. Можно считать, что тесты вооружения прошли более чем успешно. А также в этот день наше куриное потомство начинает приносить первые плоды, и впервые у нас появляются цыплята. И в честь этого мы решаем назначить Олега комиссаром колонии. Ну, просто потому, что он Олег. Теперь у него будет на пару обязанностей больше, в которые будет входить переубеждение остальных колонистов единства веры. День 226. Налет мрачных. Которые абсолютно никакой опасности для нас не представляют. А заодно, раз мы уж вышли на огневой рубеж, неплохо было бы и сагрессировать Трумбо, с чем мы успешно справляемся и заполучаем себе целых две вкусные тушки. День 229. Очередная чума у Сью. Даже нет смысла переживать по этому поводу. День 232. Строится второй геотермальный генератор. Не то, чтобы в нем была такая сильная необходимость. Пусть он будет как резервный. Тем более, что чем больше разрастается наша колония, тем больше электроэнергии у нас уходит на отопление. День 234. Завершаем изучение мультианализаторов. К сожалению, для постройки нам не хватает еще кучи ресурсов. Поэтому мы направляем все наши силы на исследование карьера. А также у нас под боком падает кластер механоидов с генератором токсинов, который должен вызывать токсичные осадки. Сражаться с этим кластером – верное самоубийство. Так как у нас просто нету шанса против мортир. Самый лучший для нас вариант – ожидать, пока кто-нибудь проходящий мимо не согрит его на себя, и мы не смогли бы обойтись малой кровью. День 236. Сестра Супчика падает к нам. У нее достаточно серьезные травмы, но мы не можем допустить, чтобы Супчик забродила от смерти сестры. И Сью бежит спасать упаданку. После ее вылечивания мы надеемся ее отпустить. Ну или по крайней мере пустим на органы. День 237. Очередной налет, который ну очень рядом с кластером проходит, но все-таки не задевает его. Ну а мы же без проблем отстреливаем всех, и это неудивительно, учитывая наше превосходство над противником. Среди поверженных противников мы также находим очень интересный экземпляр. Колонист по имени Осел. Очень хорош в общении. А учитывая, что именно такая пешка нам для короны нужна, завербовать его было бы очень даже неплохо. Поэтому Сью стабилизирует его, а после оказываем ему всяческую помощь в надежде на дальнейшее сотрудничество. Ну а после залечивания ран, обнаруживается, что у Осла отсутствует почка. Мы не будем показывать пальцем и выяснять, кто это сделал. Просто надеемся, что эта почка отсутствует очень давно и не была потеряна в недавнем сражении. Сестра Супчика пугается, что мы можем как-то забрать ее почку для Осла и решает сбежать. Но как бы никто и не держал-то ее особо, и мы хотели сами ее потом выпустить, как только бы она до конца выздоровела. Но Сью приходится успокаивать ее кулаками, а после залечивать собственные увечья. День 238. У нас наконец-то добываются необходимые ресурсы на постройку мультианализатора, и мы его строим. Значит, мы можем начинать изучение удаления толстых каменных крыш. Также у нас поступает задание за нейроформер пси-связи, постройка монумента от бандитов. Конечно, очень неожиданное предложение, но отказываться было бы слишком опрометчиво. Только проблема в том, что постройка монумента будет осложнена тактичными осадками. Мы надеемся нивелировать сей факт тем, что все строительные работы будут проведены под вспомогательно возведенными крышами, а на вечернем приеме пищи Сью и Хлебная снова поссорились. На этот раз на почве религии драка закончилась серьезным поражением Хлебной. Вот почему все силы Олега, как комиссара, будут брошены на то, чтобы поскорее завербовать всех в единую веру мамморизма и решить проблему религиозного разнообразия. День 240. Фрося, сестра Супчика, уже успешно выздоравливает к этому времени. Мы снаряжаем ее купюшоном, который хоть немножечко помогает от токсичных осадков, и выпускаем на все четыре стороны. Как бы мы спасли ее после падения, а как она дальше будет выживать в этом тяжелом мире, уже нас как-то мало беспокоит. Да и Супчика на самом деле тоже. И как раз в этот день мы добираемся до строительства монумента. Но что-то это идет уж слишком долго. А все из-за того, что нам приходилось строить еще дополнительные колонны и крыши, чтобы просто подойти к месту будущего строительства. День 241. У торговца оружием мы покупаем пояс-щит и баллистический щит для флер. Вместе эти два предмета превратят, на первый взгляд, бесполезного в обороне колониста, в очень сильного танка, который сможет принимать урон, в то время как остальные колонисты будут этот самый урон наносить. Ну и конечно же, неплохо было бы себе заиметь еще и броню нормальную. Хоть нам бронелифчики недоступны на постоянку из-за холодного климата, от бронежилета, я думаю, ни один из колонистов бы точно не отказался. День 244. Мехи пробудились, и было бы классно расправиться с ними, разрядить пушку. Но сделать это все и сразу не очень-то и хочется, из-за ненужного риска. Лучше дождемся помощи союзников. День 246. Так и случается, торговец экзотикой приходит и просто аннигилирует всех механоидов, находящихся в кластере. А мы, в свою очередь, придем и, несомненно, поможем спасти всех раненых товарищей. Ну и, естественно, наши доблестные воины разрушат погодную машину, избавляя нас от токсичного дождя. И как будто мало было радостных событий. Мы супчика еще к тому же вербуем в религию маморизма. А так как мы помогли членам фракции встать на ноги и вылечили их, нам еще и к тому же прибавляется репутация. Это очень сильно еще и повезло, что они при нападении на механоидов не потеряли ни одного бойца. Так наша с ними репутация стала только выше. День 247. Как только наступает новый день, так сразу же очень плохие новости. У нас в регионе появляется новый кластер, который создает неприятный гул. К сожалению, выжидать, когда этот кластер исчезнет сам собой, мы не можем и вынуждены собирать вооруженный караван на рискованную операцию. В караване нас уже ждет Олег, Супчик и Сью. Два дробовика с Эми снарядами и тяжелый пулемет как основной урон. С собой мы берем еды явно запасом и, конечно же, запасные патроны и лекарства. Пути нам предстоит быть около двух дней туда и два дня обратно. Медлить никак нельзя. И если вдруг кто нападет на нашу базу, будем надеяться, что оставшиеся смогут дать им достойный отпор. День 248. Единственные два петуха в колонии заболевают тюмой. А самые лучшие медики, к сожалению, в походе. Будем делать все, что в наших силах для продолжения рода Куроципов. День 251. Караван прибывает в предполагаемое место кластера. Как вы понимаете, дорога заняла чуть больше предполагаемого времени, из-за чего обязательно возникнут проблемы с провизией на обратном пути. Но пока это нас очень слабо интересует. На карте есть спящий улан и снайперская турель. Нам повезло высадиться с западного направления в слепой зоне противников и быстрым доступом к психическому подавителю. Лишний раз мы не рискуем и уничтожаем шайтан-машину. А после успешного разрушения, скорее даем дёру с злополучного места. Предполагая, что пока явно не хватит на оставшийся путь, наши колонисты урезают себе рацион, надеясь не попасть в очередную снежную бурю. День 252. У каравана полностью заканчивается еда, при том, что идти осталось около двух дней. А также мы завершаем строительство монумента, выполняем задание и получаем награду. Пока нет необходимости отправлять встречный караван с едой на подмогу, ну а когда же ситуация станет уж слишком критичной, обязательно воспользуемся этой тактикой. День 253. Осёл наконец-то прибивается к поселению и рвётся в бой. Возможно, это потому, что он каннибал. И явно давно не ел человечный. Но тем не менее, он вместе со вступлением желает сменить имя на Ватар. Также мы хотим, чтобы Ватар был коронован. Именно поэтому мы даём ему, возможно, поспешно нейроформер пси-связи. И он приобретает способность доверия. Не самое полезное, что мы могли бы применить в бою, но зато будет полезно в повседневности. С помощью этой способности можно будет быстрее вербовать будущих рекрутов. День 254. Изголодавшиеся, но довольные от успешно выполненной работы и возвращения домой, возвращаются наши страдальцы. Если мы хотим и дальше куда-то так выбираться, неплохо было бы себе заиметь какое-нибудь пушистое создание, таскающее грузы. Речь идёт не об Олеге, а о другом каком-нибудь животном. День 256. Нам давно уже поступило задание, но мы так и не принимали его. И когда наши эклоднисты отдохнули с дороги и набрали сил, по-моему самое время. Задание от Империи. Займилась короной для Ваттера, на нас нападут очень серьёзные противники. Мы соглашаемся, полностью осознавая все сопутствующие риски. Это отличная возможность испытать киллбокс во всём его проявлении. Противники пройдут к нам через несколько дней, и мы будем готовы. Очень сомневаюсь, что мы успеем к этому времени построить турели, но мы попытаемся. День 258. Солнечная вспышка отключила всё электроснабжение. К сожалению, это привело к тому, что все наши колонисты остались без урожая в этот раз. Ведь отопление отключилось тоже, и все пассивы замёрзли. Нужно будет подумать об альтернативных источниках тепла, дабы избежать вот такого рода ситуаций. И тут же к нам приходит тот самый рейд. Они все достаточно сильно вооружены и экипированы. Но против флёр, которые танкуют весь получаемый урон, у них, честно, нету и шанса. Мы все встаём в привычную формацию и начинаем наносить чудовищный урон по противникам, полностью аннигилируя их. А после радостно собираем урожай из высокоточного вооружения. Так мы смогли себе заиметь крупнокалиберную снайперскую винтовку, которая может сослужить нам очень хорошую службу в будущем. День 259. С убийством противников нам стало доступно новое задание от Империи о принятии первого титула Йомина для Ваттера. И так Ваттер получает своё первое звание. А также сразу мы могли бы его повысить до Акалита. Но проблема в том, что теперь ему нужен трон. А для трона нужен тронный зал, которого нет. И теперь нужно предпринимать попытки по созданию тронного зала. И сразу мы его будем стараться делать наилучшего качества и размера. Для чего? Правда потребуется очень большое количество всего. Например, ткани на ковры. Но что-то я разогнался, ведь будущий тронный зал ещё даже не выкопан. Около полуночи случается налёт. На нас нападает Империя Смерти. Всё бы на ничего, вот нападают они десантом сразу со всех направлений. Для обороны наши колонисты собираются в коридоре, для того, чтобы постепенно вести круговую оборону. Дождавшись высадки, колонисты решают разделиться. Сью, Хлебная и Олег идут отражать нападение Сьюга, в то время как остальные сражаются с тем, кто высадился прямо посреди базы. Застрелив за сланца, оставшиеся колонисты направляются на свои места в киллбоксе для защиты от внешних вражин. Компании же Сью приходится встретиться с врагом посреди поля, и Олегу крайне не везёт. Он ловит смертельное ранение, и считанные минуты остаются до его смерти. Но хорошо, что рядом есть Сью, которая может оказать своевременную помощь в поле, для избежания смерти от потери крови. Только благодаря Кашкодевочке нам удаётся чудом спасти Олега, в то время как остальные колонисты готовятся отражать оставшиеся волны. И конечно же, они ждут Хлебную, которая направляется им на помощь. И тут резко обнаруживается, что есть ещё один засланец, который заперт, и хочет продолжить нападение. На противостоянии ему были высланы Флёр и Супчик, чтобы иметь преимущество над винтовкой в ближнем бою. Наши воины явно переоценили свои силы, и Супчику пришлось в резком порядке возвращаться на свою позицию, ведь нападанцы уже начали прорывать нашу оборону. Нам банально не хватает боевой мощи, да ещё и Ватару прилетел коктейль в молотово в лицо, из-за чего наши оборонительные способности свелись к одному Миллерну, у которого именно в этот момент закончились патроны, и ему требуется перезарядка. Но Супчик и Хлебное вовремя поспевают, и нам удаётся отразить нападение, а также потушить Ватара. Итог нападения двое колонистов в медпункте, но главное, что все живы, и эти ранения были получены по глупости на самом деле, из-за неправильной расстановки сил. Но мы делаем соответствующие выводы на будущее, и просто нужно принимать решение с более холодной головой. День 268. Кластер механоидов без особых каких-то свойств. Два даргуна, снайперские турели, мы не рискуем и действуем по старой тактике. Пусть этот кластер стоит, пока его кто-то не потревожит. День 269. Наконец-то завершается изучение, которое мы так давно хотели, и начинается постепенный демонтаж толстых потолков на нашей базе, хотя бы в жилой зоне. День 273. Изучение пулемётных турелей. Но использовать их сможем мы уж очень не скоро, а всё потому, что для их постройки требуется сталь, которой у нас пока что нет, но обязательно будет, как только мы её добудем. Ну и также нужно провести разного рода приготовления, для того, чтобы эти самые турели разместить, например, приготовить патроны уникального калибра и также провести провода. День 274. Охота на редких трумбы идёт не совсем по плану, но заканчивается несомненным успехом. День 277. Заканчивается в большинстве своём перестройка потолков на базе, по крайней мере во всех жилых помещениях, чтобы жуки, если и появлялись, то где-то не под кроватями колонистов. Пока что менять потолки в остальных помещениях мы будем позже, из-за того, что есть более приоритетные дела, например, раскопки и поиски стали. А также в эту ночь наши колонисты проснулись от громких выстрелов. Оказывается, что это механоиды пробудились и начали обстрел по нашим гостям, разрушая при этом стены киллбокса своими огненными снарядами. И неожиданно для нас гости смогли дать механоидам серьёзный отпор. Притом одна лишь кошка-девочка в космопехотной броне смогла разобраться с целым кластером, оставя нам разобраться лишь с турелями, которые уже без вооружения не представляют опасности. А мы справляемся с этой простейшей задачей и переносим весь такой лакомый лут себе на базу. Только сейчас наши ребята замечают, что у механоидов была аппаратура, которая постепенно в своём радиусе разрушала посевы. И очень хорошо, что именно сейчас этот кластер был уничтожен. День 279. При случайном Паризиусю развивается инфекция и в тот же самый момент на нас совершается налёт механоидов. Но по факту это всего лишь один драгун с разрывной мортирой. И приземляется он именно туда, где наши колонисты занимаются переносом всего лута. И именно туда, рядом с нами, в чистом поле. Ватару и Олегу ничего другого не остаётся, кроме как пользоваться преимуществом скорости и пытаться вести огонь по противнику, успевая уклоняться от снарядов. Пока подкрепление в лице остальных колонистов спешит на помощь. Нам очень повезло, что у драгуна были лишь эми снаряды, которые даже при попадании не смогли бы нанести значительный урон. Но, тем не менее, благодаря микроконтролю мы справились и на будущее у нас теперь есть опыт уклонения от снарядов мортиры. А под вечер поступает задание. За милость короны нас хочет посетить рыцарь. Вся прелесть этого задания в том, что рыцарь не может передвигаться, а значит не будет возмущаться тому, что для него нет достаточного качества покоев. И все свое время он будет просто проводить в медотсеке. А значит, это еще плюс одно халявное задание в копилочку. День 281. У Олега случается пердечный сриступ. Эээ... Сердечный приступ это такой нехилый звоночек о его возрасте. И было бы неплохо ему заиметь бионическое сердце или что получше. Но пока у нас очень плохо все с медициной и максимум, что мы можем ему предложить это подорожник. День 282. К нам на голову падает человек. Мужчина знакомый Сью. Как? Кто? Откуда? Зачем? Непонятно. Но мы не хотим лишний раз, чтобы кошка-девочка расстраивалась, поэтому бежим оказывать первую помощь. А после спасения упаданец решает присоединиться. Как выяснилось, не только Сью с ним знакома. Раньше наша колония торговала с ним и его фракцией, но он был предан и изгнан. В результате чего он искал хоть какое-то поселение в надежде на спасение. Мэрилин оказывается не самым лучшим для нас колонистом. Одержать балласт, нехило прибавляющий в стоимости поселения, ну уж очень не хочется, поэтому мы его изгоняем, при этом достаточно сильно расстраиваясь. Но это просто была вынужденная мера и у нас не было другого выбора. День 285. Запланировано расширение базы вглубь горы. Запланированы новые помещения и начаты активные раскопки. Часть этих помещений будут заняты фермами и загонами, чтобы освободить побольше свободного помещения во дворе базы. День 286. Случилось. И то, что мы ожидали. Из-за проводимых раскопок по толстой крыше жуки решили с нами поразвлечься. Но на этот раз они хотя бы вылезли не из-под кровати и на том спасибо. Все мы собираемся в одном месте, огрим жуков, прячемся за укрытиями и танкуя урон расправляемся с вредителями, отделавшись лишь легкими царапинами. Ну а после очевидная зачистка гнезд жуков, предотвращающая их дальнейшее появление. А также у нас в принципе очень давно уже был построен алтарь, но на этом не было сконцентрированное внимание. Но зато вот, да, он есть и это небольшое такое помещение, где мы сможем обращать колонистов с 50% шансом на успех. И бывают такие колонисты, которые уж очень сильно верят в свою религию. И в таком случае мы просто будем ослаблять их верование. День 288. Прибывает челнок, чтобы забрать рыцаря. На нашей памяти это самая простая милость короны за все время. День 289. У торговцев, пролетающих мимо, мы очень много чего бесполезного и ценного обмениваем на медикаменты. День 290. Намек от рассказчика в виде 53 черепов. Интересно, что бы это могло значить. День 291. У нас заканчивается изучение водяных помп, и мы строим их парочку. Учитывая то, что большая часть нашей будущей кухни находится на озере, было бы неплохо начать постепенное осушение, хоть и очень медленное. День 296. За милость короны мы должны придержать у себя Нелли с гнилокровием. Ну, пускай нужно просто постараться не забывать о том, что этому созданию нужно оказывать своевременную медицинскую помощь. А также в этот день мы изучаем бронезащиту, а значит мы могли бы начать своевременную изготовку бронежилетов и улучшение касок для наших колонистов. Но пока что производить это все мы не можем. Банально, потому что все опять упирается в нехватку стали. День 299. Переоборудование медосека и постройка больничных кроватей. День 300. Продолжаются глобальные планы по перестройке, ведутся активные работы по переносу фермы, по благоустройству и бронизации коридоров базы, а также по возведению будущего тронного зала. День 301. Падает классер механоидов. Он располагается на уж очень неудобной для нас позиции среди камней, идеально дополняющей его оборонительные функции. Но учитывая, что весь дискомфорт, который нам будет доставлять этот классер, заключается лишь в понижении температуры окружающей среды до минус 10 градусов, было принято решение о временном игнорировании сего строения до лучших времен. Наша температура чаще всего ниже этого значения. И еще очень хороший вопрос, будет ли он охлаждать округу в итоге или греть? В любом случае рисковать нам сейчас незачем и мы будем надеяться, что этот классер когда-нибудь сам досгорит. День 302. Первое, но далеко не последнее мероприятие по сжиганию трупов. Их скапливается слишком много и это единственный способ по быстрому избавлению от них. В дальнейшем это мероприятие конечно же будет происходить на постоянной основе, но только уже без лишних комментариев. День 305. Заканчивается строительство фермы внутри скалы. А значит как мы этого и хотели, можно все выращивание постепенно переводить этот временный огородик. День 306. Прибывает челнок для непонятного существа, которое нам было дано как задание по спасению. И мы успешно отправляем его на этом челноке. В награду Ватру даруется титул рыцаря, но прямо сейчас короновать его нет возможности. По большей части из-за недостроенного тронного зала. Все зависит только от скорости выращивания хлопка. Так что возможно планы по сносу временной фермы задерживаются на неопределенный срок. Потом нужно не забыть построить для нашего будущего императора покоя. Ну или может если получится совместить покои и тронный зал. В прошлых по крайней мере версиях так работало. Посмотрим что будет в этой. Помимо незавершенного строительства коронации мешает и кластер мехов которые классифицируются как враги. И пока они на карте нового титула нам не видать. Теперь у нас действительно веская причина уничтожить кластер. Но сначала нужно подготовить тронный зал а уже потом заниматься всем остальным. День 307. Активный перенос гигиенической комнаты на новое место. Так строится новая глубоководная скважина позволяющая нам качать большие объемы воды. При этом не подвержены внешним условиям типа токсичных осадков. День 310. Очередная чума осью. Недавно нами были построены мониторы жизненных показателей и кажется это прекрасный повод испытать их в деле. Не то чтобы были опасения за жизнь нашей героини просто мы предпочитаем лишний раз перестраховаться. И как раз в этот же день под вечер случается налет. Ничего серьезного очередное пушечное мясо. По классической схеме обороны мы отделались лишь временной глухотой от грохота, вопли и страха исходящих от наших врагов от ярости наших колонистов. День 312. Налет мрачные. Приземляются они двумя кучками. У них очень лайтовое вооружение. Единственное наше опасение чтобы они не пошли ломать гранатами стены. Ну и первым делом конечно же вражины принимаются долбить стены. Часть врагов проламывают стену киллбокса. Но нам это никак не мешает расправиться с ними. А противники севера более сообразительные решают проломить коробку смерти насквозь. Как нам кажется самое разумное решение сейчас это зайти вражинам в тыл. Таким образом попробовать все же заманить их к турелям. Но проблема в том что в таком виде мы находимся в проигрышной позиции и колонисты смогли бы получить огнестрельное ранение. И пока мы думали размышляли противник уже смог прорвать стену и попасть на территорию. Мы пули летим внутрь и уже на территории давим их огнем на поражение. В неразберихе и пользуясь оборонительными сооружениями нам удалось отбить это нападение. Раны которые получили Миллерн Хлебный и Супчик не такие уже серьезные. Так что нам получится в скором времени поставить их на ноги. Что-то подсказывает нашей Чуки что скоро будет еще нападение и нам нужно как можно скорее залатать брешь и по возможности нарастить еще пару другую оборонительных слоев. День 314. Легкая милость корона для Ватара за убийство белых медведей. Да еще и с помощью в лице Яночара. К этому у нее хоть брешь и была закрыта но еще не до конца укреплена. В этом нападении это никак не повлияет так как медведи уж точно не будут пытаться пробраться через стены. Под вечер эти самые медведи приходят одаривая нас бесплатным мясом. Но самое главное что мы были впечатлены эффективностью энергетического вооружения которым был вооружен Яночар прибывший к нам. Но пока непонятно как эффективно такой тип оружия будет работать против тех же механоидов с толстой броней. В любом случае в мое мнение об энергостреле в тот же день уж точно поменялось в лучшую сторону. На 316 день торговцу мы сбагриваем по максимуму весь лут который нам удалось заполучить взамен на золото недостающее для постройки трона. И буквально на следующий день у торговца оружием мы выторговываем крупнокалиберную винтовку 50-ку БМГ. Насколько мне известно это один из самых мощных калибров обладающий недюжей пробивной мощностью. Даже несмотря на безумно медленную скорость стрельбы из нее эта винтовка поможет нам выходить из непредвиденных ситуаций. Не думаю что мы будем использовать эту винтовку именно как снайперку. А вот на средней дистанции Миллиан будет показывать максимальную эффективность. Мы уже вовсю начинаем производство осколочно-фугасных снарядов для винтовки. Да и караван уже давно ушел. Как вдруг обнаруживается что член каравана валяется в поле с обморожением. Ну бежим его спасать надеясь на легкую репутацию. Не заглядывая в далеко будущее я могу сказать что так сильно я еще никогда не ошибался. День 320. С юга приходят гости которые жертвуя собой расправляются с большей частью кластера. За что мы им сильно благодарны. Спасти хоть кого-то из них вряд ли получится ведь снайперские турели все еще работают. Но может в будущем получится размастить их на патроны и беспрепятственно отхватить территорию. Север же идет многочисленный налет. Преимущественно лукинда стрела. Ну и немного огнестрела. Ничего серьезного. Все бы ничего если бы не спасенный нами колонист именно в этот момент не решил бы уйти. И естественно на него нападают рейдеры. И естественно они его одолевают. Надежда на очередное его спасение все же есть. Ну а с налетом как и ожидалось без особых проблем мы расправляемся даже особо не почувствовав. А после спасаем того бедолагу. На удивление ему и в этот раз еще везет. Он выживает. А также захватываем одного из рейдеров с хорошим умственным трудом. В надежде заиметь ученого в колонию. День 322 обнаруживается что у спасенного Гамли нет правой стопы. Вкупе с его старческими болячками это значит лишь то что он будет прикован к постели навсегда. Самое верное и простое решение это приделать ему деревянную ногу и отпустить. Но тут же встает дилемма связанная с тем что мы не можем этого сделать из-за того что нам якобы запрещено проводить медицинские операции над гостями а имплант деревянной ноги как ни странно считается медоперацией. Чтобы у нас не было так что теперь у нас на базе есть нахлебник питающийся всем готовеньком принято было решение удариться в изучение продвинутой медицины. Есть небольшой шанс вылечить по поиску дорогостоящих компонентов для его создания. День 323 очередной несерьезный налет который закончился не успев начаться единственное радует что часть налетчиков все же нанесла немного урону кластеру еще больше облегчив нам работу а также фатер пробует свою пси способность к убеждению и оказывается что она делает так чтобы пленник максимально сразу и в кратчайший срок стал готов к нам присоединиться это невероятная имбалансная пленника убедить веру маморизма День 326 классический для нас минус 50 на улице а регулятор климата все так же говорит о каких-то минус 10 День 327 обустройство тронного зала идет полным ходом так строится шедевральный великолепный трон для аватара День 328 мы поздравляем хлебную с днем рождения и новоприобретенной болезнью спины День 329 успешная охота на трумба оканчивается тремя вкусными тушками День 332 насекомые пользуемся укреплениями и ждем пока флер откроет ящик пандоры только потом мы осознаем что можно было бы и в круговую позицию встать что в данной ситуации возможно бы и не привело к тому что флер танковала весь урон до потери сознания но ведь главное что все остались живы а живность побеждена скоро будем пытаться избавляться от толстых каменных крыш по всей базе но сейчас банально не хватает на это рук и времени после этой заварушки выясняется что сью вдобавок к гриппу заражается еще и инфекцией после полученных травм прикладывание к подорожнику в этот раз вряд ли проканает и мы используем передовые медикаменты в надежде на скорейшее выздоровление День 334 успешное обращение веру произведено и чебурек вступает в ряды нашей дружной общины 335 начинается грандиозный и глобальный проект перестройки крыш и в этот же день очень приятные торги с торговцами взамен на запчасти труба получаем кучу стали и серебра добывать сейчас стали с карьера не представляется возможным а все из-за банальной нехватки рабочих ресурсов День 337 большая часть крыш на базе заменена на обычные а толстые остались еще кое-где ну это так по мелочи которые впоследствии будут дорабатываться сейчас главное чтобы жуки не появлялись прямо посреди спален День 338 завершается осушение области холодильника а значит наконец-то мы можем его достраивать до нормальных прямоугольных форм и размеров День 340 ну и соответственно сейчас наши колонисты стараются в скором времени переделывать область приема пищи и холодильника обустроить наиболее приятный глазу вариант постелить ковры сделать нормальную мебель и еще кучу всего по мелочам 341 день решаем изготовить и вживить флер недавно изготовленный простой протез руки не самого лучшего качества но это все же лучше чем прыгать с одной культяпкой День 342 налет механоидов не абы каких а полноценных истребителей цивилизаций уланы термиты сантипеды все признаки говорят нам о том что в киллбокс идти эти засранцы уж явно не хотят а они хотят буриться внутрь скалы минуя наши оборонительные сооружения как и предполагалось они прорываются и уничтожают все на своем пути после парочки выстрелов от коробки смерти и кирпичиков не остается мы выбираем путь выжидания и первые разрывные выстрелы не наносят нам никакого урона а как только мехи подошли на расстояние выстрела добровиков мы сразу же открываем по них ожесточенный огонь в ходе непродолжительной перестрелки нам удается даже побеждать до момента ответного огня ожесточенная схватка привела к многочисленным огнестрельным ранениям синякам и оторванным конечностям миллерн и ватер так вообще находились по итогам на грани гибели после тяжелейшей победы залечивание ран еще осложнялось пожаром в складе боеприпасов из-за чего патроны начали расстреливаться в случайные стороны наши клонисты не из робкого десятка и все же решают рискнуть проползти под очередным разлетным пуль до ментпункта и им все же это удается а после те кто еще мог передвигаться спасают коматозников и еще невероятное чудо что все смогли остаться живы ну и сразу же через пару часов во время зализывания ран приходят торговцы ну вот где вы объясните мне были когда на нас нападали мы бы с удовольствием приняли вашу помощь в результате сражения чудом все остаются живы все раны залечиваются а инфекции благодаря нашим уровнем медицины не представляют никакой опасности пол базы находится в руинах особенно плачевно выглядит коробка смерти предстоит сейчас все силы бросить на ее восстановлениях хотя бы в примерном варианте кто знает когда будет следующее нападение ну и конечно же мы лишились всех запасов боеприпасов и нужно какое-то время на их восстановление на утро 344 дня и баттер срывается и начинает долбить заключенных по каскам не совсем понятны мотивы такого поведения но разговор с такими у нас короткий в тюрьму его все это время силы наших колонистов были направлены только на залечивание ран и поднятие общего морального духа колонии как выяснилось у нас также есть острая необходимость в большом количестве больничных кроватей а также была обнаружена неожиданная потеря конечностей у некоторых колонистов в связи с чем временным решением пока что изготавливаем простые протезы чтобы хотя бы оружие они смогли держать в руках а ближе к середине дня Олег снова бунтует на этот раз он решает разрушить геотермальный генератор и сил не дает ему это сделать и так стоят эти двое у неразбитого генератора пока Олег наконец-то не успокаивается а успокоение к нему пришло только через несколько часов пока он полностью не вымотался и не упал полностью обессиленный день 346 примерное завершение отстраивания линии обороны немного дольше чем это планировалось но главное что нападения за все это время были только изнутри нашей базы а не извне день 347 обнаруживаются серьезные проблемы по теплу тратить больше энергии на отопление пока что нерационально поэтому принято было решение пустить кабель еще к одному гейзеру и использовать его как отопительную силу отапливающую базу убежденность ваттера собственную идеологию составляет меньше процентов это к вопросу о моем везении ну а после очередных убеждений от Олега он все-таки решает принять идеологию маморизма на такой банальный шаг как убеждение в вере было потрачено неоправданное количество времени и сил 349 день начато вживление простых протезов и первый свой протез получил наш любимый миллиард и теперь этот долбогномик будет ходить и постоянно нервничать из-за своей веры которая запрещает ношение каких-либо имплантов ну что тут сказать теперь он у нас в приоритете на переубеждение день 350 покупаем у торговца два пси-тренера на способности на будущее ведь у нас до сих пор никто не способен этой способности применять день 351 полностью заканчиваем создание тронного зала единственное почему сейчас мы не можем даровать титул этот долбанный кластер атаковать который до сих пор немножко сыкотно день 353 три группа механоидов нападают спасибо что хоть без термитов на этот раз готовить к худшему мы не ожидали той простоты с которой мы встретили этот рейд механоиды были просто стерты слетать с земли за считанные минуты скорее всего на это так сильно повлиял тот факт так что они к нам приходили поодиночке и с промежутком во времени а значит мы без труда разделывали с каждым по очередности буквально заваливая каждого чередой пуль и криков день 357 наконец-то достраиваем отопительный генератор чему наши клонисты незаминенно рады ведь теперь можно наконец-то спать не укутывшись под несколькими одеялками день 359 запланирован переезд кухни и столовой и холодильника в глубь скалы есть несколько весомых подобных в пользу этого начиная с того что на этом месте можно будет в будущем ввести оборону использовать гейзер как генератор энергии а также в новом месте будет банально нашим колонистам удобнее таскать еду с полей до холодильника день 360 на 7 дней нам предлагают отказаться от электричества за нейроформер пси связи безумно лакомое задание зависимости от электричества прям уж сильно такой у нас сейчас нет тепло благодаря гейзеру идет еду мы можем готовить и на твердотопленной плите хорошо что есть дерево ну разве что турели выйдут у строя думаю риск того стоит и если что разберемся с вредителями самостоятельно и тем более эми импульс который в теории должен выводить из строя все электроприборы в том числе и мехадоидов которые по сути собой представляют электроприборы значит опасаться нам в принципе то и нечего после принятия задания нейроформер мы естественно даем ваттеру как самому ответственному вторая всеспособность ваттера сброс перегрева спасибо очень спасибо ведь это такая важная способность учитывая у ваттера отсутствие способности вызвать этот самый перегрев день 363 были обнаружены небольшие просадки по количеству добываемого риса к сожалению его становится все меньше и меньше с каждым разом и дело вовсе не в нехватке стен а в банальной нехватке рук а значит один из следующих колонистов обязательно должен быть фермером день 366 нападение аборигенов с копьями и пилами смехноторное нападение и отбиваемся мы вообще без напрягов зато у нас получается себе заполучить колониста потенциального милишника и растеневода соответственно а также ваттер и супчик становится парой а супчик то не промах учитывая условия жизни титулованного ваттер день 367 нам возвращается электричество очень спокойно прошел этот период даже не почувствовали можно сказать день 369 у мимо проходящих торговцев мы можем купить и за линейный процессор сейчас это просто слишком дорогая штука которой как пользоваться то толком мы и не знаем но в будущем это станет невероятной для нас имбой поэтому продаем буквально последние трусы и все же покупаем эту синюю штуковину а также тот самый милишник пойманный ранее принимает в этот день верума маризма и присоединяется к нам под новым именем мельник 373 день практически полностью заканчивается переезд холодильника и кухни на новое место день 375 проект по переносу обеденной зоны полностью завершен остается лишь доделать мелочи по типу увеселительных вещей а также в этот день очередной налет толпа лучников и арбалетчиков ничего серьезного даже нет особого желания среди них кого-то себе искать день 378 за 13 ульев нам дадут уж очень приятные пушки которые помогут разбираться с мехами еще эффективнее принимаем это задание надеясь на легкое сражение радует лишь то что насекомые появляются в удобном для обороны месте но все равно даже несмотря на оборонительное сооружение сражение продвигалось слишком тяжко насекомые несмотря на непрекращающийся огонь смогли прорваться через нашу оборону и нанести серьезные травмы колонистам очень много было ранений и не меньше отрезанных конечностей зато все живы а то что отрезались легко и возместиться протезированием а после ожесточенного сражения сью как единственная боеспособная расправляется со всеми ульями а мы получаем вознаграждение за задание конечно было бы приятнее получить протезы а не пушки но зато надеемся что с этим вооружением новых протезов нам не понадобится день 380 раны полученные олегом не проходят даже спустя два дня без ноги и с больной спиной уж очень тяжко ему приходится как и нашей всей колонии без комиссара будем надеяться что наши медики сделают все возможное для его скорейшего выздоровления день 383 начинается облагоустройство еще одной фермы сюда потом планируется перевести курей и приумножить их популяцию во славу курятинов день 385 налет очередных механоидов два драгуна и шесть уланов сражение с ними в очередной раз оказывается легче чем мы думали изначально возможно решающую роль сыграло наше новое вооружение ну и конечно же ничего бы мы не сделали без огневой помощи турелей день 390 спустя невероятно долгие изучения мы наконец-то изучили технологию создания медподов это как раз те самые технологии для которых нам нужны синие процессоры но как оказывается просто взять и создать такую кровать мы не можем а все из-за нехватки ресурсной базы начиная с пластали заканчивая золотом сделаем все чтобы накопить побыстрее ибо создание даже одной такой кровати в корне поменяет подход к выживанию день 393 невероятная удача что у мимо пролетающего корабля торговцев есть на борту все необходимое для постройки продаем все лишнее не лишнее и закупаемся компонентами очень повезло что много лишнего купится в последнее время благодаря непрекращающимся рейдам именно в тот момент когда уже все было готово чтобы начать строительство прилетают по всей карте механоиды но как показывает практика зря мы так сильно переживаем поэтому можно оставить сию на постройку а остальным всем в оборонительные позиции и пока мы вели отстрел мехов кровать успешно построилась к счастью оборона шла без осложнений ну за исключением того что мехи теперь нас боятся и отказываются идти в коробку смерти приходится рисковать выходить и отстреливать их построенная мед кровать это невероятная полезная вещь которая взамен на тонны электроэнергии способна восстанавливать даже отрезанные конечности все благодаря клеточной регенерации и передовым технологиям попробовали мы испытать кровать на аваторе но столкнулись с нехваткой энергии а все потому что у нас всего один аккумулятор для бесперебойной работы неплохо было бы построить чуть большее количество чем мы сейчас имеем день 395 большее количество аккумуляторов успешно построено они успели подзарядиться благодаря чему ватер становится первым кто успешно прошел мед капсулу и полностью оздоровился пока что я решил не избавляться от протезов хотя можно было отрезать эти протезированные конечности и взамен отвратить обычные руки но это уже по моему будет как-то перебор и слишком читерно лучше уже потом как-нибудь заиметь арха руки арха ноги и поставить нормальные протезы ну как сильно я не стараюсь как сильно не пытаются наши колонисты но ни в какую этот оборванец троголодит и дармоед не хочет лечиться даже с помощью колонистов залазить в мед капсулу он не будет вообще если быть честным она ради него одного то и строилась в таком экстренном варианте ну раз он лечиться то не хочет по хорошему а вариант превращать его в заключенного нас не устраивает то у нас просто не остается другого выбора как оставить его на сиденье жукам я в свое оправдание должен сказать что сделал все возможное для того чтобы он выздоровел ну так сложились обстоятельства что он не захотел 396 день налет насекомые и появляются они естественно с тех местах где ведутся активные раскопки для будущей базы самая действенная танкующая тактика один агрит другие вносит урон победа в борьбе с насекомыми дается уж слишком тяжко снова большая часть колонистов оказывается недвижеспособна на какое-то время и то только благодаря своевременной полевой помощи пока что пользоваться во всю силу медподом не выходит для мгновенного заживления ран все банально упирается в нехватку электричества в аккумуляторах которые мгновенно уходят стоит этой машине только начать работу вот и выходит что проекты по благоустройству затягиваются на какое-то время день 399 какая досада гимли умирает ну кто знал какая потеря для всего поселения минус еще один голодный рот гораздо лучше для нас день 401 ведется активное строительство западной части базы выкапываются новые помещения ведутся активные работы по перестройке крыш и уничтожению толстых каменных потолков конечно же нам не хочется чтобы всякие жуки и паучки еще раз появлялись и снова пытались отгрызать нужные нам конечности день 402 падение капсулы представителя другой фракции решаем спасти для понятия отношений день 404 поблагодарив вас за спасение упаденыш уходит даруя халявную репутацию а также в этот день все курятины успешно перемещаются в новый более просторный загон день 406 начатое глобальное разрушение старых построек как это и планировалось ранее день 409 практически достроена комната под новую ферму останется лишь постелить почву и построить разбрызгиватель на этой ферме должен выращиваться хмель который бы впоследствии благодаря нашему повару превращался бы в пиво на продажу проводя очередную ревизию на складе было обнаружено пропажа дерева на складе я подозреваю что кто-то втихаря его прикарманил но пока я понятия не имею с какой целью из-за этого мы не можем продолжать строить базу и цех для пивообработки вследствие чего производство хмельного напитка задерживается на неопределенный срок день 412 приходят гости которые взамен на укрытие готовы нам помогать ну мы как бы не против ведь нам сейчас как никогда нужна дешевая рабочая сила в помощь в раскопке карьера даже не пожалеем и поможем каждому предварительно пройдя процедуру омолаживания в чудо медицинской кровати всех их придется разместить в одной пока что из комнат ну а после надеемся они сами для себя смогут построить комфортабельное пространство день 413 конечно полная дикость в том что нашим гостям нельзя даже выдать пуховиков и теперь им придется носить их еле защищающие от холода покровы при этом постоянно жалуясь на слишком низкие температурные условия день 414 завершается изучение технологии масштабируемых солнечных крыш технология которую планируется использовать для борьбы с проблемами нехватки электричества на базе ведь даже несмотря на все наши исхищрения очень тяжко идут дела с отоплением и на него тратится неоправданно большое количество электроэнергии а также к этому дню нашими гостями ведутся активные раскопки новых помещений так уже выкопана для них отдельная комната построена нормальной кровати останется только немножечко облагоустройки это место день 415 осада черная ось олег и миллион обладая снайперскими винтовками вызываются спровоцировать нападанцев после парочки мельких выстрелов им это успешно удается а мы скорее бежим занимать оборонительные укрепления ну и на своих условиях не было никаких проблем мы можем расправиться с остатками нападения забираем лаковые припасы сухпайки и кучу всего интересного день 418 приземляется еще один кластер механоидов примерно в том же месте где была осада по знакомой тактике пока не спешим на них нападать и предварительно нужно подготовиться осложняется все генератором токсинов который будет ограничивать наши возможности по перемещению вне базы вечно игнорировать этих мехов конечно же не выйдет и рано или поздно все же придется на них нападать а также в этот день из-за обильного количества выкопанного камня было принято решение начинать из него изготавливать по мере возможности скульптуру для украшения базы и поднятия морального духа колонистов день 419 приходит шаман торговец прямо на новый кластер но честно у него не было и шанса против этого противника людишек буквально изрешутили в мгновение ока не знаю на что они рассчитывали ну и с этого мы выгоду для себя тоже поимели ведь теперь мы знаем что выманивать кластер на патроны не лучшая идея ведь им с орбиты будут бесконечно присылать все новые и новые боеприпасы а синтипеды и прочие все боеприпасы будут перезаряжать ваттер супчик познавая скоротечность бытия решают пожениться и уже ближе к ночи происходит очередной ритуал обращения хлебный в результате которого к нашему культу присоединяется еще один колонист день 421 один из гостей решает к нам присоединиться не уверен что для колонии это будет на пользу учитывая не лучшие его характеристики и поэтому увы мы вынуждены ему отказать день 422 гигантский ленивец прибавляется к поселению после чего успешно сгорает в огне день 424 первая попытка расстрела кластера ну или хотя бы агрессии синтипед оказалась неудачной миллерн получает смертельное если не оказывать помощь ранения и мы вынуждены временно отступить следом попытку делал олег ну и у него ничего не выходит если только не считать получение звездилей как результат кластер оказывается мощнее чем мы думали и просто так расправиться с ним не выйдет вот вы помните колонисты который доблестно погиб в первой серии и мы помним поэтому воспользовавшись очередным психозом миллерна сооружаем для нее наилучший саркофаг день 425 завершается изучение минометов у нас есть укрепленные стволы которые мы себе заполучили с предыдущего рейда и есть теперь шанс что построив минометы нам удастся хотя бы парочку раз попасть в этот кластер на следующий день минометы построены и будем пытаться вести огонь на поражение прямо по механоидам с зажигательными снарядами собственное производство еще не налажено так что будем полагаться на имеющиеся два снаряда и два в молоко ну ничего осталось еще 18 попыток будем надеяться что сью хоть кого-нибудь да попадет не все конечно идет по плану но и нам везет что синтепет решает все таки напасть на нас но мы без проблем и скиллбокса ее побеждаем осталось самое сложное как-то одолеть все оставшиеся турели которые стоят в кластере мельник и флер бегут и стараются выполнить эту невыполнимую миссию они были выбраны как единственные обладатели противопылевого щита и так появляются хоть маломальские шансы на выживание рискуя жизнью мельник все же пробивается к турелям и наносит им смертельные удары клинком истекая кровью на волосок от смерти но ему все же удается уничтожить самых опасных противников и у него ничего бы не вышло без флер который отвлекал на себя противников после уничтожения турелей мехов остальные колонисты без проблем расправляются с генератором токсинов в то время как мельник с чувством выполненного долга идет залечивать раны а после мгновенного излечения мельник все еще под адреналином решает разделаться с кластером который у нас уже давно как бельмо на глазу флер в этот раз ему уже помочь не сможет так как у нее слишком много работы накопилось а вот прикрытие в виде парочки эмидер пивиков обеспечить мы вполне можем не то чтобы в этот раз было как-то сильно сложнее чем предыдущий главное что таким составом и с таким противнейшим кластером нам удалось расправиться естественно не без ранений но главное это конечный результат в то время как мы расправлялись с кластером укрывающиеся у нас спокойно решают покинуть наше поселение с наилучшими пожеланиями не успели наши клонисты вернуться с вылазки так тут же ночью этого же дня приходит механоиды с которыми мы по знакомой уже схеме расправляемся на утро 427 дня и идем на заслуженный отдых для приобретения титула теперь остается переделать тронный зал и предоставить нашему коронованному новые апартаменты и сейчас после долгожданного отдыха все наши клонисты будут заниматься приготовлением коронации день 434 наконец-то созревает первый урожай древесины временно выращиваемый в хмельной теплице часть древесины конечно же пойдет первую очередь в пивоварную промышленность а часть на топлива для жаровень которые необходимы для коронации и как раз в этой же тени вместе с огнем в тронном зале ватару прислуживает новый титул рыцаря без сомнений этот факт дарует нам кучу новых привилегий даже не говоря уже о новом уровне пси связи сожалению и новая способность также оказывается немного бесполезной а вот призыв любой момент воинов империи на подмогу очень даже сильно выручить из непредвиденных ситуаций сейчас наша глобальная цель это даровать ватару титул достаточно для того чтобы выполнить победу через империю мы уже давно можем производить роскошную развед броню как окажется потом это чуть ли не самая лучшая броня для колонистов в наших условиях именно поэтому пока что все наши силы брошены именно на ее производство сначала конечно же для ватара а уже потом для всех остальных единственный возобновляемый материал которого сейчас не хватает этот дьявола ткань которая будет ну уж очень не быстро выращиваться но все же мы будем ждать ее до скорейшего всхода можно было бы использовать для нее гидропоники но об этом я подумал только уже на стадии монтажа так что возможно это будет реализовано но уже в следующей части день 436 налет из копьев и топоров в общем должно быть ничего серьезного ну что-то идет явно не по плану и после небольшого ожидания эти нападанцы находят прорыв в стене и целит прямо в уязвимое место спасибо что хотя бы не механоиды решили откопать такой проход и теперь конечно же мы будем всеми правдами и неправдами заделывать его хоть и крайне не быстро ближе к вечеру торгуя с оптовыми торговцами мы выкупаем кучу древесины которая пригодится для нас в будущем день 439 на время нам приходит трое беженцев мы соглашаемся с учетом что они все будут постоянно заниматься только раскопками 441 день наступает вулканическая зима а это значит что местами температура будет опускаться ниже самых экстремальных значений день 442 вата решает опробовать свои способности и применяет силу любви на обделушку и чебурека в надежде на новые отношения а также в этот день и миллиард принимает успешно нашу веру и тут же поступает задание на неочемное нападение взамен на роскошный развед шлем для ватора это прекрасная возможность сэкономить ресурсы и испытать что же представляет из себя это разведбраня 443 день беженцы оказываются предателями и начинают пытаться нападать на нас но этого мы и ожидали ведь видели с какой неохотой они работали и нам только в радость нанести вредителям фатальный урон после неравной схватки смогли выжить только двое из трех ничего после выздоровления отпустим и их надежде на репутацию 446 день налет мрачный все самые за победу на которыми у нас должна быть награда сражение будет не из легких учитывая огромный арсенал огнестрельного вооружения у агрессоров еще к тому же наличие взрывчатых веществ ну и очевидно что вражины хотят прорываться сразу и начинают взрывать повезло что взрывают они стену киллбокса и к такому мы более менее готовы во время их прорыва и нашего яростного отстрела случается уж слишком неожиданное еще один налет на этот раз к нам приземляются на капсулах у наших колонистов нет времени отвлекаться и они продолжают наваливать градом свинца нападанцев один из десанта был высажен на базе поэтому пришлось ослабить основную линию обороны для защиты тылов супчик из ю успешно справляется с диверсией и наши клонисты продолжают обстреливать всех недоброжелатель приходящих нам все осложняется лишь тем что десант не хочет идти к нам и отвлекается на незначительные вещи видимо так выматывая нас а нам ничего другого не остается кроме как ждать на своем посту правда не у всех остаются силы после ожесточенного сражения целую ночь да еще и началом следующего утра так что принято было решение часть воинов отпустить на небольшой отдых и вот ближе уже к вечеру последняя группа была побеждена оборона длилась настолько долго что уже закончились патроны в турелях и чисто на безумно волевых наши колонисты оборонялись последние часы после бессонной трудовой ночи но все обошлось и рейд был побежден и мы уходим на заслуженный отдых батар получает свой волшебный шлем и как оказывается это невероятная имба мало того что шлем дает кучу защиты так он еще и открывает возможность хранить у себя тонны ресурсов в карманах до этого у нас была большая с этим проблема из-за тяжести вооружения и объема боеприпасов и оказывается что развед броня может это нивелировать а также каска дает бонус к резисту от холода до минус 80 градусов и никакой холод не страшен абсолютно ну естественно после того как будут изготовлены для каждого собственный комплект брони не успели колонисты даже перекусить как тут же нападает она строй механоидов но карма все-таки есть и слава кассандре которая отправила нам спасательный караван в итоге и отбивший это нападение но она всего лишь и остается ту гору луту которую мы здесь получили нормально переработать и застроить все новообразовавшиеся брешь и день 448 отпускаем уже выздоровевших пленников день 453 наконец-то созрел урожай хмеля наш повар принялся за создание сусла которое после в бочках для брожения будет превращено в пиво а также в этот день происходит охота на труба приносящие нам кучу ткани и рога выгодно продавающиеся торговцам в обмен на очередную тонну древесины и золото необходимое для производства брони день 458 нападение достаточно большой группа механоидов осложняется тем что среди них достаточно много мортир которые могут при случайности разбобить все про отца разделаться с абсолютным большинством было не так уж сложно сложнее всего было одолеть тех мортир которые под только известной им причине забились пещеру и наотрез отказываются выходить ну и в итоге группа колонистов из эми глушителей и огневой мощи по одному рискуя собственными жопками постепенно под обстрелом остальных истребляли механоидов и только на следующий день нападение было успешно отбито и наши ребята уставшие и не спавшие отправляются на заслуженный отдых день 460 очередной день очередная на единственное что отличает их от большинства предыдущих налетов в том что они идут четко структурированной группой они разрождены армией проходящей постепенно и в этот раз мы тоже зря переживали общими силами мы без проблем одолеваем всех приходящих нам тут же не важно точность главная цель не попасть кого-то конкретного а в принципе попасть хоть кого-нибудь и неважно кто кого и сколько смог одолеть главное что это было достигнуто общими усилиями а это уже многого стоит день 462 продолжаются раскопки близлежащих территорий но что-то явно идет не по плану и супчик решает сама замуроваться в пустом промещении как когда зачем история конечно же умалчивает день 465 невероятная катастрофа произошла в этот день еще давно нашими колонистами были замечены проблемы с отоплениями но мы и этому не придавали особого значения ведь это происходило постепенно равномерно с ростом отапливаемой территории и именно сейчас все это вскрылась наружу оказывается что наша база отапливалась все это время только от одного электрического нагревателя который именно сейчас вышел из строя и все поля и весь урожай безвозвратно к сожалению померзли конечно же тут же ремонтники приняли все это чинить но к этому моменту от урожая не осталось и следа был собран следственный комитет и стали выяснять почему же так резко все наше тепло стало зависеть всего лишь от одного бойлера и выяснилось только потом что от гейзера отвечающего за теплооснабжение был обрублен веролом на провод в результате чего он не работал уже очень долгое время следственный комитет не долго думая решил построить еще большее количество бойлеров во избежание таких скачков температуры чтобы всегда и в случае чего была возможность перейти к резервным источникам отопления ну а провод идущий от источника отопления за базой мы конечно же восстановили но пока не придумали как можно обезопасить себя от происхождения таких инцидентов в будущем самое обидное это то что весь урожай дева лотника погиб а ведь он был уже почти готов к сбору и придется выращивать его снова что в очередной раз оттягивает наше получение развед брони если так брать в расчет будущее моя база и все ее коммуникации были построены с расчетом на то что коридоры это улица чтобы колонисты не получали дебафов от нахождения заперти но для этого стоило сначала подумать о двойных стенах чтобы не было столь больших теплопотерь по всей базе на будущее это очень хороший пунктик а сейчас единственный способ совсем бороться это избавиться от улицы в коридорах день 467 налет белый рот кроме забавного названия эти нападанцы ничего из себя не представляют день 477 как и говорилось ранее девала ткань растет очень не быстро а тех масштабов которые у нас есть явно не хватает поэтому строим новую ферму специально для этого растения а также специальную буферку с электричеством впоследствии суда подключится выключатели и этот буфер будет выполнять резервную функцию на базе ну например если случится а следом кто-то нападет турели не смогут работать из-за отсутствия электричества а мы тут бац и резервные аккумуляторы работают и все зашибись в этот же день задание от империи взамен на гул они дадут нам целые две железы укрепляющие кожу если быть честным мы думали это как-то применить к милишникам но было все же принято потом решение отказаться от этой идеи и впоследствии эти железы были проданы день 478 кластер мехов приземляется на севере по старый тактик не спешим на него нападать он в принципе в таком месте что может быть когда-нибудь да кто-нибудь на него и нападет день 480 две белки на 16 дней за немного репутации самое простое задание если бы при этом еще получилось бы вылечить их от гнила крови был бы вообще шикарно но пока на супер мед кровать для животных не хватает материал день 481 достраивается еще одна ферма на этот раз для хлопка который в больших масштабах уходит на покрытие полов карами день 482 осадом достаточно вблизи нашей базы сью будет пытаться разбомить нападанцев еще на подлете в то время как мирен с высокоточной винтовкой будет их агрессировать непосредственной близости через парочку точных попадений вражины принимаются бежать прямиком на нас но мы готовы к этому прячемся в киллбоксе на удивление выясняется что попаданцы успели сделать парочку выстрелов прежде чем бежать на нас и выстрелы их были нацелены вовсе не на базу а на механоидов находящихся сверху к сожалению мехи решили проигнорировать этот акт агрессии что очень на самом деле жаль ведь мы могли бы убить сразу двух зайцев после стандартного отбития нападения выясняется что на поданцев откуда-то были энерговинтовки и энергопистолеты очень приятно заиметь себя такого типа оружия и все силы теперь изучения тратим на то чтобы начать уметь производить энергоснаряды для энерговинтовок обладающих чудовищной силой день 483 механоиды расплодились до максимального значения своего и к сожалению именно в этот момент они раньше мы обнаруживаем дефлайтер который будет убивать растения у нас буквально нету выборы и приходится делать вылазки и пытаться отстреливать этих засранцев олег и бутылочка первыми отправляются атаковать кластера им удается поддамажить парочку мехов но в итоге одолеть получается только одного жнеца и уланы а двое лазутчиков понесли тяжелые ранения в связи с чем следующая вылазка пока что откладывается также поступает задание волки в количестве 88 особи будут нападать на нас в помощь нам отправят трех янычаров невероятно легкое задание за милость короны иначар первым делом ну конечно же будут пытаться атаковать всех механоидов ну и у них есть суперское оружие есть суперская броня плюсом их и не жалко сражение оказывается более чем удачным этой небольшой группе удалось вынести почти всех мехов осталось лишь один драгун до синтепеда ну и правда теперь все трое янычаров валяются без сознания и истекают кровью но это уже мелочи мы сможем быстро поставить их на ноги пока что добивать оставшихся мехов нет необходимости и мы временно отступаем для подготовки к рейдам и 484 ночью волки приходят к нам очень повезло с расположением и вся орава волков идет прямо на мехов конечно вряд ли что-то они смогут сделать но все же пусть попытаются на наше удивление это был бой в обе стороны и волки каким-то чудом смогли одержать верх в этой свадке и оставшиеся хромы и голодные они направляются к нам ну а мы же встречаем их свинцом и пряником день 486 последние волки погибают от полученных травм и мы получаем заветную награду а также белок мы загружаем в чинок прибывшие за ними получаем награду репутацию день 489 мигрирующие белки решают резко сойти с ума и напасть на нас ну в общем спасибо за кучу беличьего мяса а также наконец мы изучаем производство улучшенных генераторов что позволяет нам заменить текущие геотермалки на улучшенные они остаются по сути такими же но производят два раза больше энергии ну и в крафте по стоимости они соответственно тоже гораздо дороже день 490 49 агрессивных каймуров очень странных зверьков непонятно почему кассандр сейчас решила на нас кучу мяса посылать видимо это так она извиняет за то что прошлый раз наши урожаи были уничтожены также в этот день поступает задание дамы и еще три гости хотят погостить у нас но у нас есть гостевая комната так почему бы и нет тем более за милость короны у каждого из них оказывается есть гнило крови и тут раскрывается истинная причина их приезда на самом деле они хотели просто воспользоваться суперской мед кроватью только и всего но мы им позволяем лишь бы лишний раз не бурагозили для улучшения настроения даже поставим им пару статуи в комнату ну может поможет день 493 наконец-то завершается создание 1 разведброни благодаря выращенному дьяволотнику и наконец-то ватер надевает ее тем самым полностью завершая свой королевский образ дальше нам только и остается клепать разведброню обычного качества для всех остальных ну были бы и ресурсы конечно им 501 прибывает делегация для нового титула ватера была подготовлена основная цель для колонии это безоговорочная победа сделать это можно несколькими путями и путь через империю привлекал нас больше всего для начала нужно бы короновать одного из колонистов до максимального доступного уровня чем наши колонисты успешно и занялись и после коронации ватера в новый титул претера следует грандиозная вечеринка со всеми вытекающими теперь нам доступна такая привилегия как тронная речь которая зависимости от успеха может повысить настроение всем колонистам шанс на успех около 90 процентов но на практике это нифига не так и на самом деле каждая вторая тронная речь оказывалась неудачной ну собственно как и в этот раз а еще одна привилегия это вызов подкрепления теперь на на помощь может приходить отряд янычар будет интересно проверить их в реальных условиях день 502 недавно мы брали к себе членов империи и сегодня они счастливые улетают от нас дарую ватеру еще милость корона теперь претеру доступен новый титул для этого нужно подготовить немножечко тронный зал и по такому случаю 37 гигантских ленисов очень радостно приходит в наш холодильник день 508 новый титул для ватера доступен и теперь он становится бароном до сих пор я думал что остались старые механики в этом dlc что при достижении все новых и новых титулов наши колонисты будут капризничать что будут отказываться от отдельных видов работ но к счастью это не так и у наших колонистов есть ограничение по титулам которых они могут достигать высшие же титулы продолжают существовать только для высших имперцев коими мы не являемся день 514 с частыми нападениями мехов ранее было принято решение о небольшой модернизации киллбокса готовятся новые бойницы из которых планируется воевать своиственно настроенными роботами ну а пока в недостроенный киллбокс идут только агрессивные животные с которыми даже так нам не составляет никакого труда расправиться даже несмотря на всяческие бздыть всячески старающиеся нам помешать 7 521 принято решение вскрывать древнее зло находившееся прям вот рядом с нашей базы там оказалось парочка механоидов справиться с которыми нам помогли заранее построенные укрепления и ими снаряды ну а драгуна застрявшего внутри мы выкурили тактикой и смекалочкой и прямо тут же приходит торговый караван за которым гонит за толпа разъярённых механоидов ходе тяжелого кровопролитного сражения полной случайности и нелепости нам удается отбить наводение повезло что торговцы схлестнули смехами пускай и ценой репутации главное что только ночью нам удалось полностью провести зачистку территории если бы не мельник с его самопожертвованием отвлекающим маневром кто знает кто бы прилетел этот снаряд и чем бы закончилось сражение эта битва проходила куда легче и если бы у нас хотя бы было нормальное вооружение против миров наше оружие хоть и обладает пробивной силой но все же этого недостаточно поэтому собственно мы и начали как временное решение расширение киллбокса планируется что там будут стоять пешки с ими дробовиками которые будут хотя бы ставить механоидов остальные вместе с турелями будут пытаться находить у мехов слабые места и вести огонь на поражение из-за того что модернизация киллбокса еще не закончена на данный момент реализовать новые планы обороны не представляется возможным день 522 приходит толпа аборигенов справиться которой всегда было очень легко на данном же этапе самой большой опасность представляет механоиды десант или осада а если что-то из этого комбинирует стоп пиши пропало будем надеяться на лучшее но пока просто расстреливаем аборигенов день 526 присуждается новое звание для ватара а теперь он становится графом все это время мы продолжаем выполнять всяческие задания империя по типу ухода за питомцами приучению себя поселенцев отвлечения на себя нападение в общем все для того чтобы было больше милости корона для ватара раннее утро 532 дня приземляется дефолейтер с механоидами хорошо что происходит это достаточно далеко от базы и мы можем попытаться разрушить это мортирами спустя непродолжительный обстрел нам это удается и мы встречаем всех синтепит уже в киллбоксе решаем в этот раз опробовать на мехах выстрел орбитальной пушки и чудо мы попадаем прямо по ним правда половины киллбокса еще разрушаем не нанося в итоге какого-то критического урона по самому неприятелю пришлось их максимально близко к себе подопускать чтобы хоть как-то ввести огонь из дробовиков и только расстреляя все боймы мы смогли отбиться от нападения очередная битва была выиграна буквально на безумно волевых радость от победы была недолго ведь еще предстоит отстраивать все что было разрушено за пару дней до этого мы решили начать производство энергетических патронов ведь в нашем арсенале с приходом все более усложненных противников начали приходить и те у кого в излишках имеется это самое энергетическое оружие которое мы могли бы себе тырить а в этот день как раз наичуднейшая возможность испытать первый энергетический пулемет подаренный для сью ведь к нам идет налет из человеческих нападанцев сложно в этом бою сделать хоть какие-то выводы вражин много и кто сколько в кого попал и убил сложно посчитать будем работать над качеством вооружения конечно но в приоритете над обороной то во что сейчас одеты колонисты ни в какие рамки не лезет нужно скорее выходить на промышленное производство космопехотный а лучше катафрактовой брони как покажет практика в будущем технология расы сью тоже очень хорошо себя покажет так что не удивительно что и этот тип брони мы будем когда-то производить остается только нормализовать поставки компонентов для производства ну и собственно наладить само производство дим 542 нападанцы с высококлассным вооружением решают выжидать у моря погоды ну а мы сначала настреливаем по ним из мортиры а затем сражение перемещается плавных киллбокс где к сожалению не все так гладко сражение идет стандартно до того момента пока миллер на не умудряются одним выстрелом в голову отправить мир иной в полу сражение не успеваем даже понять как это произошло да и это не так важно как сам результат из-за случившегося наши колонисты с лютой ненавистью и злобой принимаются расстреливать все что движется вместя за брата верного товарища и хорошего друга восполняя утрату во славу колонии мы захватываем одного из вражин он никогда не сможет конечно восполнить утрату в полной мере но будем надеяться что в благодарность за спасение он будет верен нам до конца ну а миллер на конечно же конечно же мы хороним со всеми почестями день 543 благодаря батару и его способностям к убеждению пленник присоединяется к поселению и мы даруем его имя фуфел день 554 поблизости падает кластер механоидов и мы вынуждены собирать экспедицию чтобы помешать их планам экспедиция осложняется тем что до кластера предстоит добираться целых четыре дня и еще столько же обратно колонистам придется сражаться будучи уставшими после продолжительного похода зато о еде можно не переживать в сумках с отрицательной температурой за бортом она вряд ли испортится конечно нужно подумать о возможности в будущем приобрести животных для помощи в перевозке но вот в зиме для них тоже нужно какое-то питание так что тут скорее палка двух концах а вот серьезно о чем нам сейчас нужно подумать так это о спальниках хоть какой-то комфорт в походе отправить всю колонию мы конечно же не можем должны оставаться те которые будут следить за посадками готовить еду ухаживать за курочками ну и в случае опасности конечно же отражать нападение сью ватар олег и чебурек вызываются добровольцами для похода и мы не будем им мешать снаряжение дадим побольше еды и не забудем о большом количестве боеприпасов приоритете с своими снарядами ну и чтобы не было скучно батар призывает отряд рабочих империи в случае нападения помогут ну и все же нам нужно как-то долбить эти скалы расширяя жилое пространство день 558 караван прибывает назначенное место нам сильно везет и оборвано у механоидов куром на смех пока они стоят колонисты успевают занять позиции а после под прикрытием ими снарядов и зарубевиков с помощью энерговинтовок аннигилируем еще спящих механоидов ну а после берем и и разрушаем мешающие на машину и с невероятным подъемом чувств отправляемся в дорогу домой день 563 карван успешно без происшествий возвращается времени на отдых ранний малый ведь уже к ночи нападают насекомые конечно колонисты не готовы к такому и противожучие обороны не работает ведь двери везде открыты и у жуков есть полный доступ к базе но скоординированная работа в команде неоценимый вклад флер сделали свое дело наши колонисты грамотно занимает отстрелянные позиции прикрывая все фланги менник со своим мечом грамотно а самое главное своевременно сдерживает всех ближних жуков в то время как остальные колонисты ведут непрекращающийся огонь на поражение сватки серьезно был ранен только фуфил ведь он оказался в самой горячей точке ну можно сказать так он прошел обряд посвящения после того как все жуки были побеждены останется разобраться с их ульями и восстановить все что было разрушено не забывая конечно же о смене потолков на более безопасные 567 одно из заданий спасти корабль совершивший у нас экстренную посадку сражение в чистом поле это что-то новенькое так почему бы и нет имперцы и сами вносят тем более что неплохой вклад в сражение а мы лишь оказываем поддержку заработав так необходимые очки репутации правда и в этот раз фуфил пострадал но будем надеяться скоро он получит свой комплект хорошей брони день 579 очень классное задание за 10 синтепет с поддержкой нам дадут аж две тысячи золота что невероятно огромные масштабы это даже при расточительстве хватит до самого конца прохождения но мы конечно же на это задание соглашаемся механоиды пролетает ночью и разроненными группами это не те мехи задания но в любом случае это на на руку к этому моменту каждый уже член колонии был вооружен энергетическим оружием с пенетрирующими пулями я еще на данный момент не знаю какой эффект оказывали бы на механоидов и снаряды но даже так был приятно удивлен как и легко и непринужденно нам удавалось поочередно разбираться с каждым день 580 и снова десант и прямиком в келтбокс наши клонисты уже на месте и без проблем разбираемся с напавшими прибывшие противники задания не были так благосклонны к нам и приземляются группами за пределами базы но все равно идут прямо в коробку смерти базовой мощи против стольких синтепит все еще не хватает но мельник успешно держит оборону и не дает им стрелять по нашим оборонительным точкам выигранного времени вполне хватает чтобы мы могли градом пульт прикрывать мельника и так успешно выиграть эту битву остается разобраться за полем с парочкой мортирных мехов но они как правило не опасны особенно против ближнего боя я считаю что это все равно успех с предыдущим вооружением у нас не было бы и шанса а тут такую орду почти в сухую разместить и это прогресс но есть еще куда стремиться день 584 снова насекомые казалось бы они вот недавно нападали мы должны были бы сделать выводы но снова двери открыты снова неразбериха встречать насекомых пришлось в тонком коридоре где насекомые были между двух огней и на самом деле больше всего мы пострадали от самих же себя где в перекрестном огне колонисты попадали по союзникам и это нам урок на будущее что так делать нежелательно главное что насекомые были повержены аулии уничтожены день 585 во время работы крематория фуфел решил зайти туда да вы все правильно поняли зайти в комнату где под 1000 градусов зайти и начать там чилить естественно он склопотал тепловой удар и его пришлось спасать какой же он все-таки день пятьсот девяносто шесть пси корабль приземляется неподалеку дела в колонии идут неплохо время между налетами вполне достаточно чтобы сбыть все добытое из рейдов торговцам так у нас на вооружении появляется аж три мортиры из которых мы ведем огонь по инопланетному кораблю утро 597 дня корабль разрушен а механоиды идут в атаку часть механоидов нам удается победить прямо на подступок но проблема с остальными они ни в какую не хотят нам идти и обстреливают именно килл бокс разрушая настрой мы выходим из укрытия пытаемся вести оборону от единственные пока уцелевшей стены и нам удается синтепиду заменить ловушку а после расстрелять день 607 кластер механоиды приземляется неподалеку он обладает блокировщиком солнца что в принципе навредить может только нашим растениям а поскольку действует блокировщик снарядов атаковать мы не можем значит вынуждены занять выжидательную тактику тем более что блокировщик солнца будет активен еще очень не скоро их она и даже эта тактика не устраивает и они решают атаковать нас всеми движущимися юнитами сразу ну а мы на своей волне и без проблем с ними расправляемся так как абсолютно все вооруженные энерговинтовками без проблем нам удается разобраться с любым количеством синтепет которые могли бы к нам приходить пробивная способность энергетического оружия полностью справляется с их непробиваемой броней после отражения атаки мы встаем на ожидание может кто-то придет и уничтожит этот узел ну или мы сами дождемся возможности расстрела из турели и уже только тогда полностью одолеем нападанцев день 614 берем задание по защиту челнока и о чудо нам везет и приземляется он прямо к мехам ну имперцы не растерялись и зачистили почти весь кластер сильно облегчит на жизнь ну а мы с этого умудрились еще халявной милости короны поиметь ведь это же мы по сути да мы помогли и спасли имперцев день 618 кластер механоидов полностью разрушен под грядой мортирных выстрелов хоть и имперцы помогли нам но все же не до конца ну а мы лишь закончили начатое ночью этого дня нападают насекомые в том же самом месте где ведутся раскопки ну и хотя бы в этот раз мы плюс-минус готовы к нападению шлюзы закрыты и у нас есть шанс взять сражение в свои руки тем более что вооружение которое может победить механоидов уж жуками то как-то должно справиться первым делом было принято решение разделить основные силы часть будет вести оборону изнутри в оборонительной комнате а остальные снаружи на случай прорыва и этот прорыв не заставил себя долго ждать то пужиков гонятся за нашими колонистами помняв что с такой ордой вряд ли получится справиться мы отступаем в киллбокс и пользуемся преимуществом турелей в узких пространствах а те которые были в укреплении вынуждены догонять оставшиеся и настреливать всем в спину в результате все остались почти невредимы пострадала только энергетическая часть базы но и эту проблему всегда можно восстановить ну а нам конечно же предстоит отстраивать все это и конечно же уничтожить оставшиеся ульи день 628 восстановление инфраструктуры в колонии заставили сделать выводы для начала у нас полностью резко закончила вся стали из-за того что некому копать карьер все заняты восстановление базы и банально не успевают ничего добывать а также резко стала видна нехватка ремесленников сию хоть уже по мастерству не уступает профессионалам но все же одной исправляться нереально и мы по возможности хотели бы хоть какого-нибудь инженера найти день 631 тут какие-то любовные чудеса творятся фуфил бы направлен для помощи к сию и они проводят теперь кучу времени вместе ну он не растерялся и подкатывает не свои страшные она что она ничего и решает не встречаться наплевав на своего мужа олега да и правильно зачем ей какой-то старик если тут есть очень привлекательный молодой кошка человек пошел нафиг олег сию теперь с фуфелом день 638 благодаря простому заданию застрел зверюшек сию становится обладателем арха руки и теперь будет выполнять всю работу гораздо быстрее насколько мне известно это самый инновационный протез лучше которого не сыскать на просторах галактики ну она это заслужило так много привнести на благо колонии буквально отстроить ее с нуля это дорогого стоит мы по сути и сами могли бы нечто подобное производить но все упирается по сути нехватку рабочих лапок и компонентов из которых арха руки делаются но так все бы колонисты уже давным-давно с продвинутыми протезами шиколели а еще в этот день механоиды приземляется прямо в киллбокс где успешно и погибают день 644 в принципе понятно почему сию решила уйти от олега сегодня же у него день рождения и связи с чем у него развивается старческая деменция из-за чего мы просто не можем больше ему доверять титул комиссара лидером поселения теперь становится фуфел он молодой идейный перспективный счастливый в конце концов и мы верим что он сможет много полезного привнести нашему поселению для справки скажу олега с его с деменцией не способен вылечить даже наш модифицированный лечащий аппарат это просто такая старческая болячка от которой просто ну нет лечения день 645 все же решаемся до разобрать кластер из-за соображений безопасности а то вдруг будут проходить торговцы и мы ничего не сможем у них купить или хуже испортим отношения лучше лишний раз не рисковать тем более от кластера ты ничего не осталось день 646 можно сказать мы решили проблему с ресурсами ну или почти к нам прибывает 6 человека ресурсов ну а мы это не против что нам будут помогать копать шахту и добывать все самое полезное день 651 налет механоидов мы были готовы их встречать киллбоксе но не к тому что они будут проламывать скалы да еще и к тому что попалась внутри этих скал наши клонисты не промах пользуются тактическим превосходством и расстреливают механоидов через маленькое отверстие к счастью нам это удается ими дробовики еще раз выручают нас и механоиды даже не успевает осознать что именно произошло успевает лишь осознать факт своего поражения и теперь нам предстоит долгое и трудное восстановление утраченного в приоритете хотя бы сделать один слой стен а потом восстановить и укрепить все что могло бы быть у нас но и впоследствии укрепить конечно же базу еще парой дополнительных слоев с этого направления правда из-за того что теперь у нас это в приоритете возможно мы просядем по другим направлениям развития но ничего укрепление базы действительно сейчас нужно день 663 задание челнок займилась короны думали что хоть какую-то оборону успеем выстрелить но пришлось сражаться в чистом поле сражение было не из легких на стороне нападанцев было численное превосходство не ревелировать которые можно было бы в коробке смерти но никак не в чистом поле точечными выстрелами на поражение нам удается сначала одолеть самых серьезных противников с гранатометами и ракетницами судного дня а уже только потом расправляемся постепенно со всем остальным стадом за вырученные богатства у торговцев мы выторговываем катафрактовый шлем пока торги это единственный 12 способ получать эту броню в любом же случае наличие его в колонии сильно уменьшит риски внезапного обезглавливания также не стоит забывать что за все выторганные деньги с нападений было бы неплохо закупаться по максимуму сталью и компонентами для производства а еще нам кровь из носу нужны минометные стволы ведь наши были уничтожены после нападения жуков а запасные куда-то чудным образом испарились день 669 планируется выключение электричества на 6.5 дней за милость короны со своей стороны напомню что я до сих пор по мере прохождения не знал что аватар по сути достиг максимального титула для игрока и пытаюсь достичь большей милости короны выполняя подобного рода миссии так вот к отключению электричества готовку мы переносим на цвет отопленную плиту хорошо что у нас много дерева благодаря фермам минимальное отопление будет обеспечено бойлером на гейзере так что беспрепятственно соглашаемся туговато правда придется если кто напасть соберется но мы верим собственные силы и тут же буквально топа агрессивных животных нападает хорошо что так кто знает кто бы мог прийти вместо них вынести толпу зверей много мощи не надо и наши клонисты справляются с этим без каких-либо трудностей настолько это уже отработанная тактика что большинство нападений животных в итоге не попадает финальный монтаж 672 день очень заманчивое предложение приземлиться очень большой кластер мехов на карте с которыми мы вряд ли можем справиться но также к нам подмогу пообещают 15 воинов космопехотной броне шансы с которыми сильно повышаются хорошо что у нас есть время подумать над этим заданием в любом случае решаемся его начать не раньше включения электричества день 676 нам возвращает энергию и несмотря на это мы решаем что задание нам не по зубам при всем желании лишний раз рисковать без мортир ради чего день 686 кластер механоидов расчехляем мортирные установки которые мы успели у торговцев выкупить за это время и а грим большую часть агрессивно настроенного кластера расправляемся снова танцами на наших условиях без какого-либо труда остались только стационарные турели генератор счета с механоидами сборщиками что по сути никак не нам не мешает не будем торопиться с уничтожением и перебережем их до лучших времен мы уже хорошо выучили что наша непобедимость кончается ровно там где кончаются границы киллбокса день 686 подготавливаемся вскрыть еще одного древнего взла на севере карты все бы ничего если бы не были выявлены изъяны такого построения оборонения можно было раньше так вставать и вообще не париться а вот сейчас чебуреку и фуфилу настреляли свои же в спину из-за чего они были на грани гибели но все обошлось в любом случае в одолеть всю живность внутри конструкции не составило никакого труда да и в принципе не было необходимости ее вскрывать но если и появилась свободная минутка то почему бы и нет тем более что это принесло нам неплохое количество хороших ресурсов день 692 продолжается строительство и укрепление база к этому времени ведутся стремительные застроечные работы южного направления наращиваем стен чтобы не возникало ни у кого желание как-то пробиваться с этого направления внутрь и нам поступает также задание пираты из кортика смерти будут готовы на нас напасть при этом мы должны будем защищать газель почему бы нет звучит интересно особенно если обратить внимание на вооружение обещаемых пиратов но награда аж виде 12 милости короны убеждает нас в том что это задание стоит того день 694 кластер механоидов падает с севера но он без какой-либо обороны поэтому мы тут же пробуждаем его мортирами и встаем в оборону те которые пришли к нам добровольно были уничтожены без проблем а с оставшимися драгунами было принято решение встретиться в поле и в результате недолгих переговоров колонисты были признаны победителями остатки от кластера же уничтожаться не будут в ожидании скорых рейдов тем более что что-то нам подсказывает что просто так разобраться с ними не получится на крайний случай мы всегда сможем расстрелять кластер из мортир сравнять его с землей снарядов у нас хватит ведь все серебро которое копится от налетов и от продажи пива идет на закупку мортирных снарядов производить которые самостоятельно уж слишком накладно выходят так у нас на складах выходит около 600 снарядов и это не предел среди них разрывные и зажигательные будем надеяться что этого количества надолго хватит но если что и всегда их можно будет у торговцев приобрести день 697 нападанца из задания приходит и устраивает засаду ну или хотят ее устроить выжидать когда на нас начнут стрелять мы не намерены и пытаемся нанести удар первыми из тех же минометов ну даже так несмотря на всю нашу меткость и несколько осколочных снарядов прямо в скоплении вражин они стоят на своем не хотят идти в атаку ну а вот еще парочку точных попаданий спустя от их построения ничего не остается ни в какую атаку они не пошли а те которые уцелели решили просто уйти самое простое задание на нашей памяти конечно же все благодаря нашим великолепным девчонкам и их великолепные точности а ночью с юго-восточного направления на кластер натыкается караван и увы не выдерживает натиска механоидных бластеров для нас конечно же лучше было бы если бы место каравана был неприятель но уже ничего не поделаешь день 705 решаем все-таки ночью под минометом прикрытием уничтожить кластер мельнику не составляет труда подкрасться как можно ближе и освободить пути следования гипотетических торговцев но проблема в другом тут же приземляется еще один кластер мехов примерно в том же месте и вот надо было повести вот именно этим торговцам что они пришли прямо в кластер естественно все погибли а механоиды были освобождены и идут на штурм раньше мы бы сами напали но защита действует еще целых два дня поэтому мы обороняемся от пришедших к нам негодяев и продолжаем выжидать сражение с мехами становится уже какой-то обыденностью каждый знает что и как он должен делать и любая небольшая группа механоидов для нас небольшая угроза сложнее всего и когда некоторые роботы упорно не хотят идти в ловушку и мы вынуждены отстреливать их рискуя собственными хвостами но это все временно и с приходом новой эры брони риска должно стать гораздо меньше ночью видимо одна из нитепид все-таки услышала наши слова и она явно не намерена так легко сдаваться она расстреливает наши стены не церемонясь огненными снарядами мы конечно же к этому не были готовы также как и наши стены поэтому начинается небольшая сута и паника кто-то чилис кто-то чинить никакой организации новатор берет все свои руки командуют колонистам встать в строй выйти на огневой рубеж как только было понятно что из дробовика достать до взрыва не выйдет было принято решение рассредоточиться занять как можно большую область чтобы на синтепиде было сложнее вывести из трое всех сразу после занятия огневой позиции и открытия огня у робота не было и шанса теперь оставшихся мехов придется расстреливать с разрушенными стенами а приходит они уже из-за активации сборщиков все благодаря нашим дорогим торговцам но вроде побеждать и так выходит неплохо главное не забывать и грамотно подходить к этому вопросу ну и естественно будем пытаться восстанавливать стену при первой возможности день 711 налет рой механоидов на деле это оказывается толпа жнецов зайдя в киллбоксы мы направляем все вооружение что у нас есть на них и в результате непродолжительного разговора выясняется что жнецов даже гипотетически не было и шанса даже дойти и попытаться кого-то из нас продамажить но налет происходит не только на поле боя но и в сердцах колонистов после сражения на эмоциях чебурек и хлебные решают жить вместе и мы не будем им препятствовать день 712 налет черная ось их вооружение не может нас не радовать огнестрела по самые гланды и все на передовом уровне энергии электро винтовки пулеметы дробовики все это может пригодиться в наших лапках мы уже морально готовимся к тому что обретем все это но к сожалению этому не суждено случиться как назло черная ось решает отдаться механоидом большая часть группы отвлекается на южный кластер а те которые выжили смогли попытаться размастить юго-западный но у них это вышло не особо в застов вышел согреть себя и наверное околевших к тому времени механоидов и в итоге к нам в коробку смерти попадают лишь единицы которых мы без проблем убиваем вот плохо что такое хорошее оружие мы не заполучили зато удалось заполучить себе неплохого колониста мы думаем спасти одного из нападанцев молодой кровь нужно колонии и олег уже давно не выводят а так он смог бы себе взять подмастерье натаскать и обучить всему что сам знает на всякий непредвиденный случай спасаем жизнь врагу ну а дальше все зависит от него самого либо он присоединится на веру муморизма или не будем о плохом будем считать что у него есть лишь один вариант день 716 сью окончательно бросает олега и уходит строить отношения к любовнику день 718 на 17 дней должны приютить беженца который не будет работать почему бы нет за милость короны нам нужно всего-то продержать его настроение выше 30 процентов это будет сложновато учитывая что не может повышать настроение от работы но все же возможно учитывая наша отдыхательная система ну и плюсом прибывшая пешка все-таки какая-никакая боевая единица день 722 давно назревающая проблема дала сбой у нас тут жили поживали куры но слишком стала хлопнула их содержать то слишком мало еды то наступает отельное вымирание то они чересчур расплодились от того что не уследили и оставили у них яйца они вдруг вылупились да еще и профита на самом деле от этих куриных яиц и тушек не так много занимает много места а выхлопа по сути на такую большую колонию не хватает поэтому мы у торговцев закупаем баранов надежде попробуют что-то новенькое в идеале найти бы крупно рогатый скот дающий молоко но пока довольствуемся и этим ранее утро 724 несмотря на то что эти нападанцы решают напасть наши стены видите ли они ему слишком не нравится мы в этом сражении выходим все-таки победителями отделавшись несерьезными ранениями день 726 кластер механоидов очень большое число уланов приземляется вместе с пси кораблем агрессируем их мортирами но они больно не спешат бежать в ловушку и остаются охранять корабль от выстрелов мортир этот корабль непонятным образом защищен и нам ничего другого не остается как идти в атаку ровным строем плечом к ключу пешка к пешке мы встаем на огневой рубеж и готовимся выпускать как можно больше патронов за как можно меньше период времени мельник является ключевой фигурой в сражении мы надеемся что ладно слегка будут на него отвлекаться а мы же уже пушками будем их добивать но вместо этого он самолично размахивая катаны аннигилирует всех роботов так что остальные даже прицеливаться не успевает и лишь слегка оказывает мельнику огневую поддержку так нам с легкостью удается разделаться с ордой из пси кораблем не забывая мельнику за такие услуги выписать специальный благодарственный пензель когда пыли улеглась пленница решилась что захватить оружие избежать это отличный план но у нее не вышло мельник случайно зарубил ее мечом но учитывая что пленница успела взять ракетницу сутного дня будем считать что так наш мельник спас всю колонию от необратимых разрушений день 732 налет роги механоидов случается нечто невероятное точно механоиды проломовываю стену это уже становится нормой а то что инвалиды я потом другому назвать просто не могу отказываются выполнять приказы это вот большая проблема то решает выбежать скилл бокса навстречу смерти то просто отказываются вести огонь был дан обычный приказ стоять и давить огнем на поражение периодически скрываясь за укрытиями но у колонистов был план лучше сорвать оборону хорошо что все таки благодаря чуду мы смогли уцелеть и выйти победителями из сложившейся заварушки но нам все еще предстоит тщательное разбирательство всего произошедшего на этот же день к нам приходит оптовый торговец мы у него покупаем муффало и спустя время тут же жалеем об этом решаем отказаться от баранов которые были до этого они много жрут и приносит шерсть нам это абсолютно вообще ни к чему и лучше бы чтобы крупнорогатные животные приносили молоко на тот момент мы думали что молоко нам будут способны приносить и муффало и в любом случае вас на них сможем перевозить много грузов но к сожалению как окажется эти животные приносят только шерсть мы не останавливаемся и будем пробовать еще и других животных в надежде на поиск мб а этих больших мясистых шариков пока что оставляем на всякие случаи день 734 осада черная ось это свершилось мое нежелание уничтожать кластеры до конца все-таки принесла свои плоды это осады приходит ровно северного направления и прямиком натыкается на кластер механоида турелей не нужно бы семью поеде во лбу чтобы понять что механоиды с грохотом разгромили жалких людишек а мы в этой ситуации стали безоговорочными победителями день 742 было принято решение продать муффало в пользу яков вот они на мой взгляд идеальные в наших условиях животные учитывая что у нас есть животноводы причем достаточно хорошие занятия яками не будет для нас большой проблемой начнем с того что эти животные приносят молоко а значит мы будем готовить гораздо большее количество великолепных блюд плюс к тому же у малышей малый период роста благодаря чему мы могли бы еще и проще лутать с них мясо 2 фермы с травой вполне хватит на их содержание поддерживая количество мяса для всей колонии но еще больше дела упростится когда мы выясним что незачем вручную количество особей контролировать и допустим тот же самый олег может всегда это делать без наших указаний день 744 до этого нашим по сути единственным способом добывать мясо было нападение агрессивных животных как ленивцев например в этот день но это происходит нерегулярно и неудобно а благодаря якам мяса в колонии всегда будет много ну точнее когда мы выйдем на нужное их количество а пока нужно время чтобы они смогли размножаться день 736 я конечно пожаловался на нехватку мяса но не настолько же еще и на этот раз приходит толпа агрифонов теперь этого количества на пару лет точно хватит возможно даже придется расширять холодильник день 754 еще одно нападение толпы ленивцев я даже не знаю как это комментировать и где-то тут проскакивает мысль может быть эти агрессивные животные от того и агрессивные что были стеснены своего привычного места обитания и они от чего-то бегут да не бред какой-то единственная проблема с которой нам нужно сейчас бороться это наша собственная тупость наши клонисты начали регулярно срываться начав разбирательство выясняем что это все дело в банальном недоедании несмотря на то что полки завалены шикарными и великолепными блюдами и всего только что захочешь колонисты просто это отказывается есть из-за чего падает их настроение и они срываются ну что тут сказать гений день 758 миссия извечайшая милость корона за нападение аборигинов которые даже при всем своем желании не могут нам ничего сделать а на 763 день сью решает узаконить отношения с пуфелом и они женятся день 782 приходят гости которому помогаем за помощь в раскопках день 786 один из пришедших нам гостей на настолько впечатляется колонии что горит желание присоединиться не видя причин ему отказывать мы соглашаемся тем более что он будет отличного животноводом и с радостью помогает олегу в его нелегком труде а именно новому колонисту будет алекс геймер в этот же день приходят насекомые невероятно но они появляются за базой в какой-то пещере из-за того что есть риск охватить и чтобы больше не рисковать лишний раз мы решаемся напасть первыми и победить на наших условиях киллбоксе а уже только потом спокойно разобраться со всеми ульями день 789 налет ханство тромба слабое вооружение и не стоило бы этот налет моего внимания если бы не количество единовременно пришедших из-за такой большой массовки игра просто не справляется с происходящим и мы видим замедленный фреймрейт очень много последующих сражений будет происходить с такими кадрами и это точно дело не в железе а с возможности скорее самой игры и к сожалению я ничего не могу сделать данной ситуации и заранее прошу вас прощения но в любом из случаев нашей оброне все равно сколько бы слабых противников не приходило пока наши колонисты способны держать оружие в руках с нашим киллбокса мы будем всегда победителями мы тут давеча брали задание по приручении пленников и соответственно начали строить им нормальные бараки но не успели один из пленников решил сойти с ума начал бунт и умертвил одного из сокамерников мы ничего с этим сделать не успели а задание уже провалено и репутация потеряна день 800 налет кластер механоидов по старой тактике мы ждем прекращение работы купольных щитов а после атакуем на 802 день мы разобрались со всеми механоидами а после и расстреляли оставшийся кластер из минометов уничтожение подобных структур как всегда идет по плану и становится какой-то рутиной день 804 задание придет толпа хорошо вооруженных зверолюдей с тремя группами при этом на 16 дней мы пригласили в гости констанцию с ее свитой хорошее задание кажется достаточно простым и мы соглашаемся день 807 налет никак не относящиеся к миссии просто очередное наше доминирование над противником которые при всем желании ничего нам сделать не может колонисты настолько были уверены в своей победе что флер никогда не принимающий участие в сражении решает поесть прямо посреди боя и не где-то в окопе а прямо на линии огня почему бы и нет день 808 принимаем задание о крушении челнока и нам невероятно везет ведь челнок приземляется прямо у нас на базе где защищать его это все равно что обороняться самим вот теперь это официально самое легкое задание мы с невероятной легкостью расстреливаем неприятелей и отправляем катафракт на ближайшем челноке не забывая получить заветную награду день 809 налет механоидов по непонятной причине они не очень спешат нас атаковать и мы вынуждены ввести по ним огонь из мортир с переменным успехом спасают из патовой ситуации на союзники и черного договора с легкостью расправляясь в одиночку с врагом день 814 серьезно вооруженный налет ракете на сосудового дня толпа автоматов пулеметов если они будут прорываться вглубь то у нас могут быть проблемы но вместо того чтобы идти к нам они сначала долбится в древние зло взрывая своих чужих а потом прорывается через город тратя кучу припасов и наконец-то решают ломать северную часть киллбокса не думал что до этого кто-то конечно додумается они потратили все что может взорваться и не добились желаемого успеха а мы просто выходим из укрытий и разматываем их толпе тактическое преимущество в любом случае на нашей стороне они уставшие замерзшие обессиленные обеспотроненные а мы ну а что мы мы в этой схватке оказываемся победителями и теперь победителям предстоит долгий и нудные процессы восстанавливания стен скал и прочего прочего чтобы будущие нападанцы вдруг тоже может быть решили поступить именно также день 815 снова кортик и снова серьезное вооружение в этот раз три разрозненные группы из-за малого количества времени между нападением мы лишь успели залезать собственное ранение а заделывание стен и речи не шло мы оборонялись как герои и доблестно отразили волну этого квеста но к сожалению нашим гостям не понравилось что то что именно они конечно же нам не сказали лишь уходя хлопнули дверью в любом случае мы я думаю в плюсе столько халявного вооружения и припасы никогда не будут лишними день 818 кластер механоидов стандартная тактика и все бы ничего если бы не купленный проектор не отключится через 10 целых дней как понимаем это максимальное время она определяется рандомом и вот так нам здесь везет и мы будем ждать когда именно огонь из мортир открывать наши колонисты видимо в преддвериях чего-то ужасающего решают зря времени терять и альцгеймерс булочки предпочитает встретить возможный худший исход вместе и они становятся парой день 820 механоиды пробудились и мы агрессируем их раньше срока чтобы хоть как-то снизить одновременное нападение при обстреле нам удается снести один из маяк защитный что сильно облегчает задачу но основная проблема в толпе идущий к нам эти негодяи не церемониться используют весь свой арсенал разрушая и поджигая килл бокс но само отверженная и слаженная работа всех колонистов приносит свои плоды и мы отражаем нападение и теперь главная приоритетная задача эту турели механоидов хорошо что маяк снят и у нас есть возможность начать перекрестный огонь и буквально спустя парочку точечных попаданий мы выходим победителями то что осталось от кластера не представляет никакой угрозой и пусть существует до лучших времен день 823 и снова мы применяем альцгеймера чтобы в этот раз обратить его вверх как бы мы не пытались обращение по-хорошему малоэффективны чаще всего просто забывает наш комиссар и мы вместе с ним а вот пока альцгеймер будет пленником о нем уж точно никто не забудет и у нас будет все шансы его обратить и как раз в этот момент я обращаюсь всемогущей помощи интернета и узнаю о тонкостях нюансах победы через империю и мы прекращаем все эти бесчисленные попытки заработать очки короны и теперь вся наша колония будет пытаться построить тронный зал и опочивальню чтобы победы можно было достичь именно этим методом день 828 приземляется кластер механоидов не трогаем его и ждем когда будет доступна возможность его обстрелять 833 день после обстрела получается приманить всех мехов с базы уже ближе к ночи без проблем уничтожаем их всех кто приходит киллбокс а для разбирательства с теми кто никак не хочет нам идти у нас разговорка всегда короткий коллективно выходим объединенными силами разваливаем малоподвижные единицы механоидной техники ну и остается очередной обстрел очередной машины которая как-то пытается нам навредить эта схема разбирательства с кластером уже настолько отработано что клониста буквально без моих команд каждый знает что делать и каждый показывает идеальный пример командной работы день 839 не вышла боком наша тактика не зачистки до конца кластеров ну а там где-то еще на фоне алис геймер с бутылочки жениться собрались но это не так важно главное что к нам сейчас пришел торговец и зачем-то он решил напасть на кластер который им явно не по силам как результат торговцы теряют репутацию с нами полностью теряют свои вещи но самое неожиданно что среди всех этих вещей тонны снарядов для мортир которые так нам необходимы тем более что это ими снаряды против мехов конечно же мы хотели их себе заполучить но не в таком же количестве это в любом случае повышает стоимость колонии в разы и надеемся что будущие рейди будут сильнее и смогут составить нам хоть какой-то челлендж ну или ничего не придает потому что взрыв уничтожит большую часть ресурсов и уведет репутацию с этой фракции в отрицательные числа конечно же мы в этом во всем виноваты чтобы хоть как-то реабилитироваться мы спасаем одного из павших карбонистов рискуем жизнью мельник вызывается на ответственную операцию и чудом ему удается увернуться от пуль ракет и летящих за ним следом и на базу возвращается он уже с телом которые при должном лечении поможет нас реабилитировать глазах союзной фракции после на недолгого лечения мы надеемся что пешка не станет идти прямо в кластер и хвала всему он оправдывает наши ожидания и чудом сбегает домой теперь наша репутация хотя бы не отрицательно и на том спасибо где не 842 вот то что нападанцы разбиваются мехов мне очень нравится вот такое люблю личный раз мои колонисты беспокоиться пустяком не будут но все равно мы вынуждены бросать все свои дела чтобы вести оборону ну не хотят видимо они чтобы мы нормально отстроились но все равно у противника и не было и шанса день 847 бутылочка решает бросить альцгеймером что как почему неизвестно известно лишь то что они решают оставить все свои большие семейные распристили день 849 очередной кластер механоидов на этот раз на севере карты ну в этот раз мехи решают сразу нападать но вместо того чтобы сразу на нас напасть они сначала побродят по карте поисследует окрестности а уже только потом поодиночке приходит киллбокс где и погибают ну и как всегда остаются другуны которых нужно добивать выходя из зоны комфорта там еще как бы блокировщик солнца остается который мы одолеваем сразу же после того как сможем обстреливать его из мортир день 853 еще один классе опасно вблизи нашей базы буквально блокирует все наши вылазки он не опасен лишь своим расположением и ограничением нашей мобильности этот кластер был направлен для изменения погоды на туман самое безобидное по моему что можно придумать нужно как-то попытаться разобраться с кластером не понеся больших потерь возможно при помощи империи и у нас успешно удается затриггерить кластер конечно же не без помощи еще одного каравана разбирательство в киллбоксе проходило как всегда по плану пока олег не озвездилился настолько что был вынужден покинуть поле боя и залечивать раны начинаем задуматься о его скором выходе на пенсию а на ходоиды ну или их большинство было повержено остался лишь сам кластер на который мы хотим натравить всю империю но вместо того чтобы попытаться использовать оружие имперцы лезут на мехов рукопашную с прикладами и конечно же проигрывают ну хотя бы помогает нам избавиться от большинства турелей смотрящих прямо в наши двери день 862 приземляется все корабли из обороны у него только жнецы мы и влепили по нему со всей дури а потом с легкостью сначала разделывались кораблем а уже потом со всеми пришедшими день 864 наше любимое толпа аборигенов ожидаемая большая толпа отвлекается на кластер ну а те которые смогли прорваться быстро отлетели от турели самое главное что они смогли нехило так расходовать запас патронов у турели и даже вывести из строя одну день 865 нам пришли на помощь союзники правда не рассчитали немножко свои силы и пали смертью храбрых день 869 частые прилеты механоидов наводит на нарушение вооружения и брони чтобы не приходилось бояться и мы могли бы с ними навязывать свои условия сражения поэтому было принято решение благодаря изученным технологиям опробовать разные типы брони в том числе и кошачьи в результате тестов будет решено какая именно броня будет у наших колонистов и у какой брони будут лучшие защищающие функции день 870 все это время мы вели периодические вылазки на кластер и вот сегодня наконец-то мельнику удалось расправиться со всем вооружением которого там находилась и мы можем безбоязненно совершать вылазки за пределы базы день 874 налет рой механоидов одно из самых сложных сражений за последнее время они решают проламывать верхнюю стену самую ближнюю хлебной тем самым отрезая ее и она вынуждена отсиживаться в укрытии ведь если высунете то считай в последний раз с другой же стороны киллбокса дробовик с такого расстояния просто не достает и вынужден просто выжидать большую часть битвы ватер применяет способность и призывает стену из недр и хотя бы она блокирует вражин от расстрела что вынуждает механоидов отличия на основную часть колонистов в то время как хлебная благодаря заграждению будет как-то хоть иногда понемногу станет противников микроконтролем на все же удается выйти из этого тяжкого сражения победителями срочно нужно придумать какой-то способ станет мехов не только дробовиками и не делать ставку на стреляющих инвалидов да в результате мы пропустили пару выстрелов из-за миномета но это не критично в конце концов главное мы победили в этот же день у имберских торговцев было принято решение пить агроруку чтобы выживить ее нашему фуфелу как самому лучшему садоводу с позволения олега конечно же день 883 недрах исследований мы все-таки откопали технологию производства ими снаряда для винтовки эти снаряды в теории должны оказывать наилучший эффект против механоидов и теперь они поплатятся за годы нашего унижения производим новые боеприпасы и снаряжаем всех колонистов новыми боекомплектами на всякий случай у всех будет несколько рожков и ими и обычных снарядов чтобы мы всегда были готовы вести огонь как против мехов так против мясных шариков денем 884 налет механоидов снова и мы конечно же ничего не успеваем приготовить из вооружения и вынуждены сражаться по старому хоть и основные стены успели мы застроить но как-то слабо но кто бы сомневался что мехи захотят снова проломать те же стены без комментариев тактика у них примерно как и у тех которые проходили недавно только эти решили не заходить к нам а выжидать вне мы же в свою очередь выжидать не стали и просто аннигилировали их помни старые обиды день 903 очередная оптовая закупка но в этот раз мы еще и покупаем коагулятор для мельника который при выживлении помогает тем что будет сильно снижать кровотечение а так как мельник милишник мы считаем что такая модификация более чем необходимо день 906 и это в прямом смысле налет они ведь приземляются так там на крышу кухни все пешки были тут же мобилизованы и все стали из укрытия которые были сделаны именно на этот случай все кроме олега который пострадал еще до нападения и был направлен медблок пока все сражались он все это время шел и в его раненую голову не пришла идея о том что может быть взять винтовку руки и может быть где-то еще на базе могут находиться враги и может быть от них как-то стоит обороняться и так и выходит что в коридоре его роняют а он не сильно сопротивляется и мельник вынужден бросить поле боя чтобы спасти этого придурка в результате его удается конечно же спасти ну а вот до медблока его бессознательное тельце дойти не успевает и погибает прямо в проходе разрушена от такой потери не только наши сердца но и кухни с холодильником все стратегические запасы продовольствия подверглись уничтожению и мы вынуждены срочно масштабе заново выстраивать всю кухонную инфраструктуру холодная смерть конечно же нам не грозит надеемся ведь по-любому есть запасы и всегда можно забить парочку яков пока не поспеет новый урожай обидно конечно за стратегические годовые накопленные запасы но все всегда можно восполнить в отличие от жизни любимого дорогого и легко заменяемого старого рукожопа олега больше день все колонисты прощаются с ним на погребание церемонии день 914 приземляется кластер механоидов с дымообразователем и двумя независимыми защитами от снарядов такой конфигурации будет очень сложно атаковать из мортир но они невозможно будем пытаться для начала спровоцировать их на атаку буквально тут же приходят торговцы наша надежда на агр но они чудом проходят мимо не как с ластером не взаимодействуя ну а вот уходя аборигены все-таки торгеряет этот кластер механоиды сначала расправляется с караваном а потом мы расправляемся всеми кто идет прямо к нам руки это по сути первая практическая апробация нового вооружения виде ими снарядов и она показывает себя великолепнейшим образом у механоидов не было и шанса даже на подходе единственное нужно побольше патронов давать а то у них какая-то очень нехорошая тенденция заканчиваться день 916 налет аборигенов сами они не представляют у себя ничего а вот то что часть из них помогает нам с кластером это очень большое спасибо день 934 налет продвинутых механоидов чтобы это не значило можно сказать что это пришли очередные мишени для нашего вооружения механоида не успевают входить в коробку смерти и тут же падают от натиска пуль неочередное испытание вооружений прошло успешно наши колонисты слишком много времени проводят вместе и очень интересно наблюдать за их взаимоотношениями сью за все время пребывания в колонии успела повстречаться наверное с каждым мужиком поочередно а с некоторыми одновременно сейчас на данный момент она живет с ватаром причем до сих пор являющийся женой фуфела бутылочка хоть и порвала с альтгеймера но они все равно продолжают отношения супчик до сих пор после развода одиноко а хлебная жената на чебуреке а у флер есть любовник из другой колонии из другой фракции как так получилось пока что непонятно такое ощущение что чем дольше живут эти аборигены вместе тем чаще у колонистов случаются перестановки в личном составе мы не будем в это вмешиваться ровно до тех пор пока это напрямую не будет влиять на ход сражения день 940 вместо деревянной культи альцгеймеру вживляется арханога купленная у торговца ну и там где-то на фоне очередной погодоконтрольный кластер упал но это настолько обыденно что уже даже не интересно на самом деле любое событие или вызов который может предоставить нам кассатра уже не являются интересными все уже где-то мы видели и хочется поскорее все закончить хорошо что комната тронная уже построены и последние приготовления для победы ведутся день 945 десант кортика смерти часть нападанцев приземляется на территории это никак в бою не складывается просто неприятный осадок пока группа перехвата шла к ним они успевают разрушить часть инфраструктуры думаю не стоит говорить что эта победа далась нам также легко вечером ближе торговец экзотики подходит и натыкается прямо на турели теряя весь свой караван и репутацию с нами день 947 очередной корабль обстрел мортир победа на механоиды в киллбоксе как же медленно тянутся дней день 957 налет черная ось снова десант и спасибо что не в холодильник ну и в уничтожении исследовательского стола тоже мало приятного главное что обороны впервые за долгое время позволило нашим колонистам ощутить себя живыми и ощутить всю прелесть сражения жаль что это продлилось недолго и мы вышли с малыми царапинами из данного конфликта день 959 мы еще не отошли от предыдущего сражения как тут же еще один десант механоидов но они не представляют опасность для нас тем более что они поодиночке в итоге приземляются но мы по пульке и уничтожаем самое интересное как выясняется потом из мехов и запрет себя в северных пещерах над базой пока один из колонистов там его не обнаружит по чистой случайность впредь будет более тщательно подходить к зачистке от нападений 961 день наконец-то все готово к выполнению восхождения к нам должен прибыть высший стилах для него уже все готово элитная комната запасы еды развлечения поднятия максимального настроения останется только продержаться какое-то количество времени причем на нас будут совершаться постоянные налеты все с большей силой а вот уже когда кортеж прибывает мы начинаем задание кто бы сомневался что в целах окажется в итоге меланхоликом что по умолчанию будет давать у нас к минус к настроению из-за чего нам будет достаточно трудновато поддерживать ее всегда в хорошем расположении духа также пролетает имперский торговец и у него покупаем парочку катафрактовых шлемов производить и сам естественно мы так не научились зато хоть так мы их можем получать думаю в ведущем сражении они очень могут сильно выручить 962 день первое нападение из длинного цикла налет черная ось и их нестандартное поведение поначалу немного даже выводит из состояния равновесия они решают проламываться напрямую через скалу несмотря на то что мы укрепились с этого направления по максимуму мы отправляем всех кто способен держать в руках оружие на противостояние им но не успеваем наши клонисты не успевают пройти и половину пути как кортик смерти проходит с юго-восточного направления значит нужно побыстрее разобраться с черной осью и переходить к следующим как только мы узнаем о грядущем нападении трое из клонистов перенаправляются в киллбокс что является решающим северном сражении мельник выступает как приманкой и остальным колонистам просто не хватает огневой мощи для подавления противника нелишник получает серьезные травмы не может самостоятельно передвигаться также как и ватар но еще несколько наших клонистов получает не серьезные травмы хорошо что не нужно спешить помогать тем кто в это время сражается в киллбоксе несмотря на то что вражины проламывают стену больше всего урона они сами себе и наносит теми же ракетницами судного дня стреляя по своим а из-за их кучности проходит больше всего урона а мы лишь добиваем недобитых времени на отдых нет нужно как можно быстрее залечивать раны и заделывать бреши в стенах готовить к следующим нападением буквально на следующий 963 день налет черная ось у них уйдет какое-то время на подготовку к обстрелу нас а у нас все готово чтобы начать ответный огонь и даже не давать им возможность подготовиться во время обстрела приходят толпы наших любимых аборигенов две группы этих негодяев придут через какое-то время а мы успеваем как раз заделать все бреши в киллбоксе по большей части благодаря вассалам герцогини которые работают всю ночь без сна а ну даже так аборигены с юга полностью сожжены механоидными турелями а восточные вступили схватку с черной осью это же предпочитает убегать но с остатками оси мы успешно разбираемся на наших условиях киллбоксе все бы ничего если мы не нападали в тот момент когда хлебная находится вне коробки смерти и очень сильно повезло и мы успеваем одолеть большую часть противников заставляя остальных отступить и никто не пострадал ну и винить хлебную в ее безрассудном поступке мы не можем ведь это по моему приказу она находилась не дома пока что в плане нападений нам безумно везет нужно постараться успеть восстановить базу до следующего ну и по возможности постараться как можно меньше убить ведь как-никак это очень сильно влияет на финальный исход день 965 на этот раз нападанцы с юга наконец-то уничтожают остатки кластера а мы без проблем разбираемся со всеми остальными связи с частыми нападениями появляется еще одна проблема оптимизации большого к скопления мусора который мы просто физически не успеваем убирать и перерабатывать надежда лишь на то что это очень скоро все закончится ночь 965 механоиды падают прямо в киллбоксы где вовсю ведутся строительные подготовительные работы из-за того что вооружение не было подготовлено и в принципе это было слишком неожиданно пострадал фуфил но главное что вся перестрелка закончилась и механоиды повержена день 967 вассалы тропа в этот раз решает нас побеспокоить но не успевают они до нас дойти как с юга уже аборигены приходят и это полноценная война двух первобытных племен зрелище конечно невообразимое если бы не тот факт что приходится за этим наблюдать почти что в слоумо хоть как-то помогаем исходу с сватки мы с помощью мортир ну и как итог побеждает конечно же страна где было большее количество ежепалок ну а после победы они приходят на скиллбокс где окончательно проигрывают день 969 осада знакомых мы явно не планируем дать им возможность даже подумать о развертывании вооружения и начинаем предварительный обстрел и как-то они подозрительно быстро сдаются идут на верную погибель в любом случае всем огромное спасибо за такое щедрое пожертвование сухпайков фонд не голодающего поселения следом прилетает разродненный рой механоидов и мы без проблем по одиночке разбираемся с каждым вопрос лишь во времени который это у нас занимает как ни странно ведь у нас есть более приоритетные дела как минимум заделывание дыр в обороне есть небольшая надежда что механоиды и аборигены сшли снуться но у мехов есть идея получше долбить куда-то внутри скалы без ведомых до причин а нам потом все это застраивать конечно же даже несмотря на то что синтепеду долбит ежепалками она не прекращает стрелять просто тупо в скалу дата даже не находится ничего зачем вот так делать и в итоге ее мутузит весь белый рот который приходит к нам есть собственном по боку даже если аборигенов всем племени накинуться они не смогут пробить эту броню но на мое удивление оказывается все таки видимо могут и синтепеда не выдерживает всего это натиска начинает все-таки давать ответный огонь в результате всего без снования аборигены отступают понися колоссальные потери но механоиды все-таки в свою очередь были уничтожены месяц с куском стены и частью скиллбокса время ближется уже к следующему утру а колонисты все же продолжают которую ночь не спать и находиться в стрессовой ситуации без сна и нормального отдыха день 970 следующее утро и снова мехи нападает немедленно вместо того чтобы спокойно умереть они планируют прорываться через верную стену там где максимальный слой утолщения но их право после прорыва мы пытаемся сделать вылазку но лишь теряем одного из бойцов империи там происходит тотальная аннигиляция и чудом выжившим удается унести ноги там еще и человеке с пушками приходит может им все-таки удается сманить часть пленников на себя но в принципе планы удается человеком удается обезвредить мехов и уже грести по полной от нас день 971 сражение слишком затянулась сильный стресс всех колонистов дает о себе знать но сдаваться и расслабляться сейчас совсем нельзя нужно хотя бы часть стены восстановить чтобы быть готовым к новому нападению мы решаем что вряд ли получится все так экстренно залатать сил реально на исходе вата решает призвать на помощь рабочие чтобы с помощью них пытаться все-таки восстановите к вечером еще один налет слишком мы затягиваем сражение и не успеваем из-за этого по полной мере подготовиться к следующим очень сильно помогает караван который по сути в одиночку отбивает все это нападение и можно сказать очень сильно подфартила день 972 налет аборигенов снова к этому времени мы успеваем заделать внешний слой стен и на том спасибо а с аборигенами всегда разговор корот если бы рабочего еще мы сами не застрелили пока он без ведома в киллбок забежал во время самого интересного ну и ладно больше чем уверены что этих рабочих никто и не считает и вот сегодня как оказывается это был по сути последний налет ведь прибывает чулок который может забирать чиновника и его свиту ну и не на смеси с ним но оказывается что все в чулок не влезут ну а часть колонистов оставить а часть отправить мы конечно же ни в коем случае не согласны поэтому принимаем решение отправить только имперцев и посмотреть наконец-то на титры по сути все полноценное прохождение за империю колонисты настолько сдружились пройдя через только трудностями что решают что выживать не так уж и плохо здесь и из выживания их пребывание здесь превратиться полноценную жизнь с удобствами развлечениями и роскошью отстреливаться против вражин периодически придется но это мелочи если говорить на частоту я очень рад полученному игровому опыту и эмоциям которые мне подарила игра благодарен тем и каждому из вас мои дорогие зрители что ждали эту серию что были со мной на протяжении всего пути колоний что поддерживали меня своими оценками и комментариями без вас этого ролика конечно же не было бы точно я могу сказать что я хочу взять небольшой давайте на частоту большой перерыв в рим очки в плане записи и написание сценарий реально устаешь и хочется больше времени посвятить другим проект и как только у меня появится возможности силы и желание на новый ролик по рим очки он обязательно не заставит себя долго ждать и еще раз хочу выразить огромную всем и каждому благодарность ну и в таком случае пожалуй наверное на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и в таком случае я не прощаюсь